Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр Шадов, кандидат философских наук, абсолютный скептик, антисиентист, поэт, писатель, философ, ну и все вот такое вот. Кандидат философских наук, ну в общем, вы все это знаете, всех вас приветствую. Мы наконец-то добрались до этого материала, я его уже давно разобрал и теперь могу записать видео, видео могу записать вместе с вами, друзья. Давайте посмотрим, что я там разбирал. Статья Пинкера «Наука вам не враг». Стивен Пинкер в свое время написал большую-большую, ну очень большую статью, в которой он, соответственно, прославлял науку, сиентизм и многие другие вещи, с которыми мы обычно имеем дело. Для того, чтобы разобрать данный материал хорошо и основательно, я написал не только разбор, было обозначено некое введение, не самое короткое, словарь, которым мы будем пользоваться, да, потому что без словаря оно как-то уже не получится. Ну вообще этот словарь вы и так все, так или иначе, если вы смотрите мои видео, читаете мои статьи, вы этим словарем и так владеете. Я почти в этом уверен, да, вряд ли вы могли пройти мимо всего этого. Ну да ладно. Ну и некоторые предварительные замечания, которые потребуются нам перед разбором данной работы товарища Стивена Пинкера. Ну что ж, поехали. Во-первых, заранее прошу отказаться от комментариев, если вы не готовы посмотреть все видео с начала и до конца. Многие вещи будут раскрыты ниже по тексту, а на некоторые темы будут даны ссылки, с которыми тоже лучше ознакомиться перед комментированием. Всех шизо-сиентистов будем банить беспощадно, ну с вами общаться бессмысленно, вы религиозные фанатики, по большей части еще и тупые религиозные фанатики. То есть сиентистов будем банить, вот как из автоматной очереди, да, в комментариях конкретно к этому видео. Готовьтесь к этому, ну вот, ну вот это необходимость такая, да. Объяснять тебе без того много раз объясненные вещи не вижу смысла. Тем более стараюсь давать ссылки на источники, поэтому у вас, ну просто на месяц вперед информации для изучения. Если вы хотите с этим спорить, ну изучайте, не тратьте мое время, не тратьте свое время. Вас здесь никто не ждет, вам здесь не рады, не для вас это делается, не для таких, как вы. В общем, либо пошли отсюда вон, либо изучайте основательно, либо бан. Очень заслуженно, очень правильно, очень четко и точно у нас здесь все здесь работает. Начнем, начнем с лирики. Лирика вступления. Заметили, да? Сиентист это такой человек, которого устраивает монополия науки, которого устраивает, что уважение к науке у людей растет, а уважение ко всему остальному падает. Понимаете, да? То есть его устраивает, что наука, будучи монополией, продолжает развиваться. Ему это нравится. В таком смысле сиентистами является подавляющее большинство людей, как вы понимаете, да? Окей. Здесь мы разобрали, да? Определение сиентиста, вот оно, в принципе. Кто, по-моему, является сиентистом? Этот человек сиентист в современном мире находится в позиции силы, ведь его поддерживает образование и подавляющее большинство людей. Выступать в защиту науки и против мракобесия, а мракобесием оказывается все, что критикует науку, даже если это критика хорошая, даже если это критика основательная, даже если это критику можно учесть, все равно мракобесием оказывается буквально все. А, философия, например, да, некоторые отрасли философии, которые, в принципе, критически к науке относятся, ну, тоже мракобесия. Так вот, выступать в защиту науки и против мракобесия от священной долги – благое дело. Сиентист может рассчитывать, если уж и не на понимание толпы, то хотя бы на ее одобрение. Кто же такой антисиентист? Антисиентист – это человек, которого не устраивает монополия науки на знание, практику, эмпирику и математику. Опять же, заранее обращаю внимание, что практика, эмпирика и математика – не наука. Есть отдельные школы эмпиризма, математика, не знаю, используется в мистических практиках, там и где угодно, там в нумерологии, в астрологии и где угодно. Математика – это общая дисциплина. Ну и практика тоже нейтральна по отношению к науке и научному методу познания. Так вот, позицию антисиентиста мало кто попытается понять и изучить, и тем более при непонимании мало кто будет относиться к этому мракобесу одобрительно. Быть мракобесом в эпоху нового средневековья – это слабая и маргинальная позиция. Уже в самом слове мракобес присутствуют намеки на слепоту и безумие, бешенство. Притом антисиентизм может вмещать в себя разные позиции, от шизофазических, таких как у Стерлигова, до обоснованных философских, таких как у Фейробенда. И мы здесь постараемся продвинуть философский подход, который, впрочем, может быть совсем не понят и не принят зрителям ввиду его культурных предпочтений, образования, разных психологических реакций, эмоций и так далее. Именно для этого в вступительной части мы проведем все важные для последующего обзора разделения и дадим определения основным словам, которые будут использоваться. Будьте внимательны. То есть, если неожиданно окажется, что вы не придерживаетесь любого из данных определений, значит проблема в данном случае в вас. Определения были даны заранее. То есть, я выстраиваю логику своего повествования на основании уже данных определений. Более того, я критикую Пинкера, в принципе, осознавая, что вот те данные мной определения, они отчасти Пинкером все-таки разделяются, что видно из статьи. То есть, я не просто дал свои определения и противопоставляю их определениям Пинкера. У меня есть определенный резон, у меня есть определенная причина полагать, что мы не так далеки в определении науки друг с другом. Вот, например, я и какой-нибудь Вахштайн, я и какой-нибудь там социолог или историк, вот мы максимально далеки в определении науки. Я и какой-нибудь биолог, я и некоторые философы, да. Мы можем быть радикально далеки в понимании того, что такое наука. Вот с Пинкером, вот с Пинкером, вот у нас мы очень близки. И натуралистический характер Пинкер поддерживает, да, вот то определение, что я даю и понимаю под натуралистичностью или естественной установкой. Пинкер, он ее, скорее всего, поддерживает. Фальсифицируемость тоже, как основной критерий науки, Пинкер тоже поддерживает, соответственно. Вот Вахштайн не поддерживает. Здесь мы бы уже вот так вот развели руками. У нас просто очень разное определение науки. А у нас с Пинкером похожее. Просто он ее не до конца проясняет. Так вот, для начала очень просто. Для большей ясности я прошу моих слушателей разделить два понятия. Ученый и практик. Это разные категории. Ученый это человек, который создает фальсифицируемые теории. Нутралистического характера и так далее, и так далее, и так далее. И далеко не всегда занимается их проверкой, кстати. То есть, эмпирическая составляющая у этого ученого, да, она не обязательно присутствует у самого по себе. Вполне возможно, этот ученый создает теории, сидит в библиотеках и больше ничего, собственно, не делает. А какие-нибудь другие люди за него проверяют его теорию непосредственно. То есть, его теория, с одной стороны, она чисто теоретическая, но она, конечно, должна по критерию фальсифицируемости, в общем-то, иметь эмпирическую попытку, ну, иметь возможность для эмпирического опровержения. То есть, вот как-то так здесь выразим все это. Практик. Это человек, который приносит нам практическую пользу, создавая те или иные, например, лекарства, например, изобретения, или, например, техники, технологии, способы, я не знаю. Ну, например, кто у нас практик? Практик у нас инженер, практик у нас медик, практик у нас, например, какой-нибудь продуктивный физрук, который разработал свою программу по фитнесу новую. Это тоже практика на самом деле. Вот создание практик по фитнесу и, в принципе, создание какого-то изобретения, это очень похожие вещи технические. Тоже метод проб и ошибок, тоже критерии эффективности здесь подсоединяются для проверки того, что все работает и так далее, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, это довольно близкие друг к другу люди. Так вот, прослойка подлинных ученых значительно меньше, чем представляется общественность, и чем представляют себе эти самые ученые, которые нередко хотят записать в свой стан не только практиков, математиков и логиков, но даже представителей общественных и гуманитарных дисциплин. Из данного определения вы можете себе представить, что подавляющее число людей, имеющих те или иные степени, учеными не являются. Причем, я даже более того скажу, не только мы сразу отсекаем гуманитарные, общественные, математические, но точные науки, мы вот все это отсекли уже и практически, все технические науки тоже отсекли, медицину отсекли. Мы отсекли значительный пласт еще и естественных наук, вот таким определением. Неожиданно, да? Я, в принципе, понимаю, что это так происходит, но просто по-другому науку определить, на мой взгляд, было бы странно. И мы это еще обсудим, в общем-то. В общем, да, более того, даже большинство представителей сугубо естественных наук, среди которых есть химики, физики, эмпирики, ботаники, зоологи и прочие, тоже не являются учеными. Вау. Воу-воу-воу, Шадов, ты же не оставил ученым место, да? Теперь, оказывается, не все люди ученые. Как быть? Как быть? Огромное академическое сообщество на несколько миллионов там человек, а ты вдруг взял и его обрезал до несколько тысяч. Как ты мог? Да. Так вот, все эти люди, они занимаются профилирующей деятельностью по сбору данных и накоплению эмпирического опыта. И, по сути, подчинены ученым. Но с тем же успехом всю их фактологию можно было бы подчинить любому философскому направлению. Их работа от этого мало бы изменилась. Все, дошли до словаря. Это было введение. Введение приняли, введение поняли, разделение ученый-практик провели. Это очень важное разделение. Без него мы дальше никуда не пойдем, без него идти дальше бессмысленно, да. Ну, поехали дальше. Ради справедливости замечу, что Пинкер в тех местах, где он пытается что-то определить, недалеко уходит от нашего словаря. Потому этот словарь может считать универсальным в рамках данного разбора. Поздравляю вас. Кто такой ученый? Не обязательно человек со степенью, да. Человек, занимающийся наукой. То есть, лучше даже определю. Человек, который пользуется научным методом. Любой человек, пользующийся научным методом, вне зависимости от наличия степеней, вне зависимости, я не знаю, от наличия белого халата, там, очков и всего остального, является ученым. Просто. Берешь научный метод, составляешь по нему теорию, ты ученый. Молодец. Потрясающе. Наука тогда что такое? Человек, занимающийся наукой. Что же такое наука? В скобочках. Science. То есть, не Wissenschaft, не ничего, что-нибудь еще. А именно Science. Запомнили, да. Вот под наукой мы понимаем тупо Science. Ничего другого. Не Arts, не Stories, Science. Наука это Science здесь у нас. И никак иначе, и никак по-другому мы здесь ее разбирать не будем. Потому что, если мы начнем совмещать Science, Stories, Art и все остальное, мы неожиданно столкнемся с тем, что это явление довольно разного рода. И разбирать-то тут, собственно, нечего. Определение Science. Science методология создания фальсифицируемых теорий в рамках естественной, в скобочках, натуралистической установки. Просто, понятно, легко. Теория, теория, да, много фактов, обобщаем. В какой-то единой системе законов, там, да, вот что-то большое, теория, да, слово теория. Сейчас внизу будет разбор еще. Все это должно быть натуралистически, то есть без допущения богов, духов и вот всякой вот этой чепухи. Научная теория всегда является натуралистической. Если теория является ненатуралистической, то она не научна сейчас. По этому определению я рекомендую прочитать две моих статьи философские основания науки, двоеточие, естественная установка, эмпиризм, рационализм, верификация и фальсифицируемость и к вопросу об определении науки. То есть, определения у науки могут быть и другие, но мы будем работать с этим по уже выше обозначенной причине. Что такое научная теория? Очень важно понимать, вот тут было слово научная теория, да, определяем, что за научная теория, фальсифицируемость и так далее. Научная теория, все просто. Учение, система научных принципов, идей, обобщающих практический опыт и отражающих закономерности природы, общества и мышления. Учение, система научного знания, описывающая и объясняющая некоторую совокупность явлений, сводящая открытые в данной области закономерные связи к единому объединяющему началу. Все просто. Все в данном случае просто. Во-первых, теория, как и гипотеза, кстати, не может заключаться в высказывании, там, я не знаю, «Луна состоит из сыра». Ну, если «Луна состоит из сыра», это факт, это один из фактов, да, это не теория. Теория должна обобщать факты и сводить все к единому обобщающему началу. То, что «Луна состоит из сыра», например, как это Поппер приводит у себя в книгах, это не научная теория, это вообще не теория и даже не гипотеза. Это просто предположение о грядущем факте. Да, важно это разграничить. Фальсифицируемость применяется как научный принцип только к научной теории. Ну, только к теории вообще, в принципе. Нельзя фальсифицировать конкретное высказывание, да, какое-нибудь о «Луне», например. Потому что на самом деле фальсификация высказываний о «Луне», она очень быстро себя исчерпает и, соответственно, позиция о «Луне» очень быстро станет ненаучной. Потому что фальсифицируемость критерий научности, я напоминаю, да. То есть, если есть фальсифицируемость, значит, ну, эта теория, она является научной. Например, про «Луну» мы можем рано или поздно выяснить, насколько она состоит из сыра. То есть, это высказывание можно подвергать огромному количеству опытов разных, да. Но в конечном итоге мы узнаем, так или нет. А научная теория обычно заключается в том, что мы никогда не узнаем, вот так оно или нет, и мы всегда сможем ее фальсифицировать. То есть, сохранение фальсифицируемости на базе научной теории это важный ее критерий. То есть, из этого даже напрямую следует, что в научной теории нельзя убедиться на 100% никогда. Потому что фальсифицируемость является критерием научности. Запомнили, да? Теория эволюции. Теория эволюции. А всякое может быть на самом деле, да, подразумеваемое. Может быть разное, всякое. Может быть как-то нас природа обманывает. Может быть как-то природа нам подкладывает что-то неудобное. А может быть и не природа вообще. Может быть какие-то сверхъестественные сущности. Мы не знаем. Да, мы исходим из натуралистической установки, из естественной. Может быть кто-то что-то подкладывает. Поэтому мы всегда говорим фальсифицируемость. То есть, поэтому в теории всегда есть фальсификаторы. И если фальсификатор исчезает, теория перестает быть научной. Мы можем начать считать ее истиной, да, теорию эволюции. Но как только мы начинаем считать теорию эволюции истиной, теория эволюции перестает быть научной, потому что мы перестаем ее фальсифицировать. Если мы что-то фальсифицируем, сейчас что-то такое я объясню, мы подразумеваем, что эта теория не является на 100% истиной. То есть у нас есть возможность сомневаться в том, что эта теория является истиной, так скажем. Да, пока есть фальсифицируемость. Что такое фальсифицируемость? Атрибут. 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 Атрибут, слово подчеркнули. Что такое атрибут? Это обязательное свойство, свойство, которого у данного объекта не может не быть, необходимое свойство, атрибут, запомните, да, это атрибут именно научной теории, заключающейся в возможности ее принципиального опровержения теории, то есть, да, то есть возможность опровергнуть теорию. Каждая теория содержит в себе возможность саму себя опровергнуть. Более того, в научных работах, по-настоящему научных работах, это прописывается, что и где мы там будем опровергать и как это сделать. В данном случае все просто. Давайте. Примеры ненаучных теорий. Бог есть, и это принципиально опровергаемо. Здесь отсутствует естественная установка, то есть, хоть фальсифицируемость присутствует, хоть теория данная наша будет фальсифицируема, она все равно будет ненаучна, потому что отсутствует естественная установка. Все миром правит Будда, и это принципиально опровергаемо, то же самое. Ну, либо принципиально неопровержимый психоанализ, он не будет фальсифицируемым, хоть он и базируется на естественной установке, с одной стороны, но у него фальсифицируемости нет. Именно в такой формулировке, которую я указал сейчас. То есть может быть есть принципиально опровержимый, опровергаемый психоанализ. Я не против существования такого. Вполне допустимо, что такое существует. Ничего против ними. Но допустим у нас есть принципиально неопровержимый психоанализ. Как его Поппер описывал. Вот он тоже ненаучный. Теориями не являются. Предположение о будущих конкретных фактах и открытиях. Предположение о будущих практиках. Например, эта вакцина должна работать. Это не теория и даже не гипотеза. Это просто предположение рандомное. Важно не путать теорию с проверяемым предположением. Потому что предположение проверяемо. Проверяемо. Теория опровержима. Разница. Понимаете разницу? То есть теорию нельзя доказать. Ее можно только опровергнуть в рамках науки. А предположения разные можно подтверждать. Ну, например, если я приму это лекарство, я выздоровлю. Или если я приму слишком большую дозу этого лекарства, я умру, например. Скорее всего. Потому что все люди умирали. Принимая это лекарство в таких дозах. Ну вот. Предварительные замечания. Главным отличием научной теории от ненаучной является возможность ее эмпирической фальсифицируемости. Эмпирической. Подчеркиваю слово эмпирической. Иногда, возможно, мыслительная. Но на самом деле мы обычно подразумеваем... Ну, не мыслительную. Мы эмпирическую подразумеваем. Ну, поэтому наука. Поэтому эмпиризм. То есть, в принципе, наша основа эмпирическая фальсифицируемость. Другие варианты в теории возможны. Но, честно говоря, не очень-то и нужны. А, да. Ну, потому что составить теорию, которая мыслительными экспериментами опровергается, это уже довольно странно и немножко нарушает последовательность научного процесса на самом деле. То есть, да. Ну, то есть, вы как философ тогда выступаете. О, я придумал теорию, а вот я ее мыслительная опроверка. Ну, что-то какая-то такая себе теория была, да. То есть, ну, не очень научно. Именно по этому критерию мы отделяем научные теории от теорий другого типа. Если в науке нет эмпирики, то это не наука. Если нет фальсифицируемости, то это тоже не наука. Но если есть эмпирика, это все еще не обязательно наука. Если есть фальсифицируемость сама по себе, это тоже не факт, что наука, да. То есть, обязательно объединение определенных критериев. В теории можно попробовать мыслительными всякими операциями воздействовать на это, как еще Поппер про это писал. Но чисто практически в науке принята все же эмпирическая фальсифицируемость, эмпирическое опровержение. Ну, вот. Вот это так работает. Так вот, в итоге многие сиентисты просто задним числом относят к науке все сработавшие и показавшие результаты методологии, даже если они не соответствуют выше приведенным определениям. То есть, научным является все хорошее и точно противопоставляемое всему плохому и неточному. Если астрологи начнут предсказывать будущее, то астрологию будут называть наукой, хотя принципов научных там нет. Но есть один важный нюанс. Астрология противоречит определению науки, не составляет своих теорий по образцу науки и не подлежит фальсифицируемости. Впрочем, подобное положение дел в инженерии, медицине и многих других практических дисциплинах не мешают называть их науками. Все это следует исключительно из наивного слова употребления слова наука. Мы сейчас попытались убрать наивное слово употребление слова наука, и мы каждый раз пинкера будем за это пинать. Это просто предисловие, да, 20 минут, ребят. Я понимаю, я понимаю тяжело. Также следует отметить, что перед нами работа Стивена Пинкера, специалиста в области экспериментальной психологии, которая не является наукой, психолингвистики, которая тоже не является наукой, и когнитивных наук, которые тоже науками не являются. Неудивительно, ну, по выше приведенным определениям. Мы привели определение, все это не науки. Поздравляю. Поздравляю, друзья, приветствую. Неудивительно, что человек никогда не пользовался научным методом, и лишь иногда воспроизводит верные посылки в духе научной теории фальсифицируемой. А там будет такое предложение, за что автору спасибо, да. Правда, есть основания полагать, что он и сам не понимает эти посылки, так как его деятельность не принято составлять достаточно объемные абстрактные теории. О, вот, достаточно объемные абстрактные теории. Выделяем этот момент. Почему экспериментальная психология, психолингвистика и когнитивные науки не являются науками? А потому что они не составляют объемные абстрактные теории, которые имеют смысл бесконечно фальсифицировать. То есть в рамках когнитивных наук можно получить довольно точные, довольно понятные данные, с которыми может работать представитель любой философской школы. Нет, научные даже, да. И здесь, ну, как бы, поздравляю, эти ребята молодцы, психолингвисты молодцы, экспериментальные психологи молодцы, это хорошие люди, которые выполняют полезные функции. Но это не наука. По выше обозначенным определениям и по критерию, вот, ну, отсутствие, отсутствие вот такой фундаментальной теоретической базы, которая бы действительно сделала бы теории данных дисциплин тотально фальсифицируемыми, и вообще сделала бы их полноценными теориями, полноценные формулировки бы теоретически давались, как в теоретической физике или в биологии теоретической эволюционной. Ну вот, и причем эти достаточно объемные абстрактные теории должны подлежать фальсификации. То есть они не должны... О, а вот мы подтвердили в когнитивных науках, наверняка вот оно вот так вот работает. А вы что, когнитивные науки, что ли, не изучали? Ну вы дурачок тогда, да? Это не так должно работать. То есть это должно работать по принципу. Вот мы в когнитивных науках сформулировали там теорию, теорию. Эту теорию мы постоянно фальсифицируем. Мы не знаем, верна она или не верна, но пока фальсификация происходит, ну, регулярно, и вроде бы нормально работает теория, мы ее пока еще не отвергли. Это все, что мы можем про нее сказать, про эту теорию. Мы не знаем, верна она или нет, но вот, как-то мы с ней так работаем. К когнитивным наукам люди так не относятся. В общем, перед нами текст обыкновенного, вдохновленного наукой и прогрессом. Гуманитария, по его же собственному признанию. Ну, как по его собственному признанию? Он всех людей гуманитариями называет, и общественников, и гуманитариев. Но он тоже гуманитарий, который бесконечно сильно хочет показать всем, какая наука хорошая, но при этом у него у самого в голове терминологическая каша. А потому-то он будет ссылаться к методологическому определению науки, то к методологическому будет ссылаться, то к практическому, то еще к какому-нибудь, то к социальному. Не понимая простого факта, эти определения противоречат друг другу. А вот и она, статья. Это будет очень задротски. Это будет прям... Шашадов, мистер ботаник, кандидат философских наук, да, решил, короче, поботанить перед вами. Одел большие круглые очки. И это будет убийственно. Каждая фраза, там просто будем докапываться, просто будем пожирать каждую фразу изнутри по всем категориям, которые внутри нее есть. Я, конечно, понимаю, что, да, ну, можно было бы и помягче, и подобрее, и денег заплачено не так много. Но это моя инициатива. И поэтому видос будет просто длиннейший. Но это такой компендиум антисанитизма в Рунете. Настоящий, 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 да, настоящая сокровищница контента здесь будет. Поэтому, друзья, если вы интересуетесь антисанитизмом, рекомендую просмотреть все. Во всех этих подкопах, во всех этих комментариях будет очень много важных, фундаментально важных для антисанитизма вещей. Они уже были выше, они будут ниже. Пинкер пишет. «Великие мыслители века рационализма и эпохи просвещения были учеными». Ну, на что мы ему отвечаем? Кстати, уже здесь допущена ошибка, как минимум не дано определения того, кто такие ученые. Я думаю, что ученые – это люди, которые исследуют что-то с помощью науки. Автор позже напишет. «Любое движение, которое называет себя научным, но оказывается неспособным взрастить возможности для фальсификации своих собственных убеждений, не является научным движением. Очень редкое число мыслителей эпохи рационализма и просвещения использовало что-то напоминающее «фальсифицируемость». А этот термин в научную методологию так вообще был введен довольно поздно, это в 20 веке, Поппером. Карл Раймонд Поппер – замечательный, в общем-то, человек, но вот-вот поздно, да, термин начали использовать в научных кругах, прям, чтобы вот фальсифицируемость, 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 да, что в научных работах прописывается эта фальсифицируемость отдельно. Это после Поппера уже. Это к вопросу о том, как автор последовательно использует термин «наука», мы уже показали, да, вот у нас все великие мыслители века рационализма и эпохи просвещения были, да с чего? А с чего они были учеными? То есть вот дальше у нас любое движение, которое называется себя научным, у автора же, вот оно говорит, а вот эти ребята из эпохи просвещения не использовали фальсифицируемость, по большей части. Им на эту фальсифицируемость плевать было. Ну да ладно, поехали дальше. Многие из них не только внесли вклад в развитие математики, физики и физиологии, но были заядлыми теоретиками в области науки о человеческой природе. Поехали по пунктам по наукам. Математика это не наука, в нее внесли вклад и многие мистики, многие колдуны, многие шизотерики, нумерологи, шизорологи, там, не знаю, китайская религия в комбинаторику внесла свои, в общем-то, дополнения. Ну, вы знаете, тексты и дзын, наверное, да и индусы тоже по комбинаторике в свое время угорали. И, кстати, Либнец, который комбинаторику основал, был, во-первых, философом, а во-вторых, читал китайские тексты и тоже кое-что позаимствовал, да. Ну, то есть, математика не наука. Математика не исследует ничего в реальности. Математика не строит теории о реальности. Это не теории натуралистического характера. Математика вне натуралистична. Математика не фальсифицируема. Математика не подходит под определение науки вообще никак. Математика – это определенный особый род деятельности. То есть, от того, что математика не наука, это не делает ее хуже ни в коем случае, не подумайте. Но это очень особенный род деятельности. Это крайне особенный род деятельности. Который отличен от науки. Ну, что, ну, наука – это составление теории, да. Ученые в этом плане очень близки к философам. А вот математики к философам далеко не всегда близки, хотя некоторые философы были математиками тоже. Это важно, да, тоже важно понимать. Чистая математика, как род занятий, кардинально отличен от науки дефис-философии. Это такие очень разные штуки. Как и создание практики, какой-то тоже радикально отлично от науки дефис-философии. Поехали дальше. Дальше про физику. Физика тоже может быть ненаучной, а, например, философской. Ну, вот у нас есть натурфилософия во всем своем многообразии, которая была вне научной физики. Дело в том, что физика – это не столько наука, сколько область исследования. Да, природа. Вот у нас есть кластеры исследований, это природа. Мы направляем свои методологии на природу. Раньше этим занимались и философы. К сожалению, ну, философов всех, ну, им запретили, короче, заниматься. Им запрещают заниматься философией в области физики. Поэтому сейчас физики – это только те люди, которые используют научную методологию, или те люди, которые им подчиняются. Вот. И, соответственно, да, такими же областями исследования являются биология, химия, физиология и так далее. Они могут быть ненаучными, то есть базирующимися на научном методе, или ненаучными. То есть на научном методе, не базирующимися, все философы, которых только может подразумевать этот человек, они все были вненаучными физиками, вненаучными физиологами и так далее, так далее, так далее. В общем, если всякий человек, занимающийся дисциплиной физики, является ученым, то физиками оказываются представители многих религий, сект и, например, даже общества плоской земли. Это тоже ученые, современные, но это абсурдно. При том, что, ну, на самом деле представители общества плоской земли, они тоже занимаются натуралистическими вопросами. И нередко, кстати, в обществе плоской земли они тоже составляют натуралистические теории, я замечу. То есть, один из критерий научности у них точно соблюден, это натуралистичность. У них фальсифицируемости, правда, нет нормальной, хорошей, качественной фальсифицируемости. Они пытаются вывести свои теории за пределы фальсифицируемости, но это уже другой вопрос. По многим другим критериям общество плоской земли, оно очень наукоподобно вообще-то. Но при этом это все равно не наука, по выше обозначенным определениям, заметим, что важно. Но чисто по предметной области общество плоской земли это физики, ученые тоже, да, получается. Нет, мы не хотим называть их учеными. А почему мы тогда называем учеными всех этих вот математиков, физиологов, физиков, психологов и биологов прошлого, непонятно. Ну да, ладно. Соответственно, да, только некоторая группа людей, занимающаяся вопросами дисциплины физики, являются учеными. Да, не все физики являются учеными, не все, кто в данной дисциплине в области находятся, это ученые. Окей. Какая группа? Та, что использует научный метод. Исключительно. Только этот критерий нас интересует. Если человек в рамках физики не использует научный метод, он не ученый. Примеров того, как в физике люди не используют научный метод, очень много. Я их привел выше. Соответственно, все эти математики, физики и физиологи, по большему счету, были не научными физиками, натурфилософами, не научными математиками, пифагорейцами и платониками и не научными физиологами. Ну и мой комментарий. Еще один меня очень сильно удручает. Тотальная монополия науки на естественные дисциплины. И не хватает философских естественных дисциплин, за которые мыслители берутся все реже и реже и реже с годами. Продолжаем считать Пинкера. Они были когнитивными неврологами, которые пытались объяснить мысли и эмоции в терминах физических механизмов нервной системы. Замечу, что в то время не было никакой когнитивной неврологии. Да и все это исключительно риторика. Мы уже, в принципе, разобрали, в чем ошибка Пинкера тотальная. Просто дальше будут очень короткие комментарии по всей этой лирике. Вначале это риторика, 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 риторика. Ничего больше. Они были эволюционными психологами, которые размышляли о жизни в естественном состоянии и о животных инстинктах, живущих в наших сердцах. Ну, я здесь отвечу, что это риторика. Они не могли быть эволюционными психологами, так как тогда не было развитой и популярной теории эволюции. Они также были социальными психологами, которые писали о нравственных чувствах, сближающих нас, эгоистичных страстях, горящих в нас и о близорукости, срывающей наши лучшие планы. Еще одна риторика. И социальными психологами они тоже не были и быть не могли. И социологии, как на ухе, еще не было. Были попытки, да, в эту область прорваться. Причем самая яркая попытка была осуществлена Гюстом Контом, основателем дисциплины социологии. Но в остальных социологий было похуже. И предметная область социологии вырабатывалась довольно долго. То есть, тут как бы, знаете, тут как бы, знаете, Пинкер, мне кажется, опять же своей лирикой решил нам затмить глаза. Основная проблема автора заключается в том, что он не понимает разницу в методологии мыслителей прошлого и современных исследователей. В тексте проглядывает мотив, согласно которому мыслители прошлого это такие же ученые, как и сейчас, только без современных знаний. Подчеркнем. Подчеркнем это, да? Но это принципиально ложная информация. Мыслители прошлого, особенно когда речь идет о новом времени, разрабатывали разные методы познания. И если мы говорим о том, что наука это какая-то конкретная методология, мы уже обозначили какая-то методология, то мы не можем при всем желании заявить, что эти философы были учеными. По критерию методологии у людей была другая методология. У них были не то, чтобы другие факты. Факты многие были те же самые. Ну, потом появились еще и новые факты, соответственно. Причем истрактованные в современной методологии, что тоже важно. Да, трактовку факта о ней тоже нельзя забывать. Ну и вот. Фактов было меньше, но методология-то была другая. Если бы вот те самые философы получили все существующие факты сейчас, они бы не изменили свою методологию. Они бы трактовали новые факты с точки зрения своей старой методологии. Ну и вот. Если же мы используем неметодологическое определение, то не совсем понятно, по какому критерию от науки могут отделиться такие вещи, как астрология, мистика, колдунство. Магия, которые, скажем, занимаются вопросами физики. Если речь идет о том, что наука это социальный институт, существующий на базе университетов, то получится, что при включении теологии, астрологии и магии в университетские программы, они тоже станут науками. Более того, напоминаю, что определения вневременные. Обязательно, да, запомнили. Все, вот мы сейчас дали определение. Это значит, что определение это работает всегда. Вот мы спрашиваем, а является ли Аристотель ученым? Вот мы дали определение. Ученый человек, который занимается наукой. Наука это вот это, вот это, вот это вот, да. Соответствует ли Аристотель вот тем свойствам, которые мы недавно перечислили? Очевидно, не соответствует. Очевидно, Аристотель не составлял фальсифицируемых научных теорий в рамках натурализма. Очевидно, очевидно. Мы дали критерии определению. И эти критерии работают как в далеком прошлом, так и в настоящем, так и в далеком будущем. Всегда. Определения, да, такую вечную структуру имеют. Ну вот, ну вот. Если мы его дали, оно всегда работает на словах. По крайней мере, оно всегда работает. Если мы называли какую-то группу в прошлом учеными, она качественно не изменилась и сохранилась до наших дней, то и сегодня мы должны называть ее тем же именем. Если вам кажется, что кортезианцы были учеными, да, вот когда-то были кортезианцы, последователи Картезия, Декарта. Так вот, если вы называете их учеными и Декарта тоже, тогда и сегодня люди с подобными взглядами и с подобной методологией тоже должны называться учеными. Но мы так не делаем. Мы не называем современных кортезианцев учеными. Вот эти вот все дуалисты, у которых позиции на декартовские похожи, ну, нет, мало кто их учеными вообще-то считает. Есть только отдельные, я не знаю, философские направления, которые себя считают научными, типа марксизма. И то их никто не считает научными, по факту. В общем, мне все это кажется довольно странным. Автор, как по мне, заигрывает с непроясненным словом наука и даже не задумывается о его значении. Все, поехали. Все эти мыслители, Декарт, Спиноза, Гоббс, Локк, Юм, Руссо, Лебнис, Канн, Смит, особенно замечательны тем, что создавали свои идеи в условиях отсутствия формальной теории и эмпирических данных. Математические теории, информации, вычисления, игры еще не были изобретены. Такие слова, как нейрон, гормон и ген, для них ничего не значили. Да, действительно. Но они сами создавали теории и проверяли их с помощью своих собственных методов. Более того, значительная часть из этих людей методологию разрабатывала. Такие, как Кортезий, например, или Кант. Разрабатывали теорию познания. Разрабатывали способы, как вообще это... Что такое познавать вообще? Как это познавать? Как у нас... Как может сложиться такая вещь, как познание? И их ответы отличались от того, что есть в науке сейчас. К слову, замечу, что вот здесь написано. В условиях отсутствия формальной теории эмпирических данных, отсутствия эмпирических данных. Вы серьезно? Полное отсутствие эмпирических данных принципиально невозможно. Так что некоторые данные у них все же были. Это необходимо признать. Более того, значительная часть из персонажей, которые здесь перечислены, это либо современники того же Ньютона, либо даже некоторые чуть-чуть позже жили. Ввиду, ввиду, ну некоторые раньше, конечно. Ввиду этого надо понимать, что данные имелись, определенные данные имелись. Некоторые данные были. И дело даже не только в научных данных. Данные бывают не только научного характера, но и абсолютно разными они могут быть, соответственно. Я даже думаю, что по некоторым вопросам, вот перечисленные мыслители, а тем более более древние, у них были более глубокие знания, чем даже у ученых сегодня. Мне вообще кажется, что многие знания, они постепенно могут быть утеряны. Вот у нас есть какая-то методология, она вырабатывает определенные факты, а потом эти факты теряются, ввиду того, что теряются тексты, теряются ученики, уничтожаются философские школы и так далее, так далее, так далее. То есть, каждая школа набирает фактологию, определенным образом с ней работает. И, к сожалению, она исчезает, эта фактология. Это грустно. Пинкер продолжает. Когда я читаю этих мыслителей, мне часто хочется отправиться далеко назад во времени и предложить им частицу знаний современного первокурсника, которая заполнила бы пробел в их аргументации, вывела бы из тупика. Что дали бы эти фаусты за такое знание? Что они сделали бы с ним? Мой комментарий. Мой маленький такой комментарий. Мы специально читаем Пинкера таким возвышенным голосом, а свои комментарии немножко заниженным. Чтобы вы понимали иронию. Думаю, что научное знание для большинства философов не было бы знанием, потому что оно получено заведомо ложным методом для этих философов. Многие из философов сомневались в эмпирическом познании вообще в принципе. Многие указывали на его полноту, на его неполноту и недостаточность. Многие философы, особенно последователи Платона, да и вообще многие вообще философы-рационалисты, сомневались в эмпирическом познании. Другие же мыслители отрицали подход к составлению абстрактных общих законов природы или общества, что тоже антинаучно и соответственно странно. Да, вообще были отдельные персонажи, которых можно назвать номиналистами. Для которых формирование каких-то общих позиций это глупость просто. Это просто обычная глупость. Вы представляете себе, да, наука это определенная мешанина методологическая, которая объединяет и рационализм с одной стороны, и с другой стороны эмпиризм. Были противники и рационализма, и эмпиризма. Причем были противники и рационализма, и эмпиризма одновременно некоторые люди даже, да, какие-нибудь там скептики более-менее, или агностики. С чего бы людям вот относиться к данным вот этой мешанины научной, да, с уважением, почтением и отдавать что-то за такое в кавычках знание. Я думаю, эти люди, как и современные философы, как и современные так называемые гуманитарии, они бы точно так же отнеслись ко всей современной научной информации, как к фуфлу. Ну, вы знаете, что многие философы относятся к научной информации, как к фуфлу все-таки, да. Ну, потому что у них есть определенные взгляды на познание. И, в принципе, почти любой человек, который разбирается в методологии, в теории познания, может себе уже заранее определить, не особо разбираясь в научных данных, вот что наука для него является лично фуфлом. Вот я, например, ну, не я лично, а кто-нибудь, какой-нибудь в рандомный я, да, какой-нибудь рандомный человек говорит, все эти эмпирические знания ничего не стоят, все эмпирическое знание, оно временно, как говорил Платон, и, соответственно, знанием быть не может. Все это, соответственно, глупости. Все, вся эмпирическая, вот эта окружающая действительность, это иллюзия. Она как бы состоит из смертной материи, которой нельзя получить достоверного знания. Все, настоящее знание только в мире идей, только там его и можно познавать. А то, что вы в эмпирическом мире здесь познаете, это просто чепуха, чушь. Чушь и фуфлу, в общем-то. Меня это не интересует. В принципе, так к данной проблеме отнеслись бы многие философы. Напоминаю, что научная теория предполагает и словарь для описания того или иного явления и опыта. То есть люди, отрицающие возможность постулирования абстрактных невидимых законов и виртуальных частиц с помощью вывода, в итоге начали бы отрицать и конкретные индуктивные факты, сформулированные на языке той или иной теории. А для того, чтобы до этого додуматься, до этой формулировки, не нужно много интеллектуальных усилий, на самом деле. Это почти сразу видно, если вы не согласны с наукой. То есть если вы не подходите с точки зрения зомбирования, если вас не зомбировали много лет наукой, и вы не думаете, что наука это супер, а все остальное это не супер по дефолту, то, скорее всего, вы подойдете к данной проблеме приблизительно так. Вот он пишет. Нам нет необходимости фантазировать по поводу этого сценария, потому что мы проживаем его непосредственно. У нас в распоряжении есть работы величайших мыслителей и их последователей, научные знания, о которых они и не мечтали. Это невероятное время для понимания человеческой природы. Ну вот, я не понимаю, в смысле мы проживаем непосредственно. Честно говоря, я не совсем понимаю этого. На мой взгляд, мы проживаем сценарий с тотальными догматическими школами и университетами, которые агрессивно продвигают науку. В этих университетах и школах учат, что основные достижения человечества – это достижения науки, а также практика – результат научной деятельности. А это, конечно, сомнительно. Читайте мои тексты «Философия практики» и статью «Соотношение науки и практики», да, к слову. То есть, причем, заметьте, слово «сомнительно» не значит «ложно». То есть, это значит, что я в этом сомневаюсь, что практика является результатом научной деятельности. Мне кажется, даже совсем наоборот, может быть. Вот. Повторюсь. Вероятно, мыслители прошлого в большинстве своем отмахнулись бы от этого эмпирико-рационалистического полуфабриката, который автор данной статьи называет знанием. Почему мы не отмахиваемся? Потому что, вот, в общем-то, у нас происходит поэтапное зомбирование человека. Сначала в школе, потом в университете, потом на работе и даже с помощью СМИ. Бренд науки несомненен и означает знак качества. В это верят люди, которые понятия не имеют о том, что такое наука, как она работает и какие методы используют. И таких людей большинство. Очевидно, высоко оценивают науку и научные адепты-ученые, которые не только занимаются данной деятельностью с большим удовольствием, но и получают за нее заработную плату, что во многих странах мира, вообще-то, довольно очень солидно бывает. Нередко очень большие деньги. И при этом еще и высокий социальный статус они получают. Им точно нет никакого смысла сомневаться в сложившейся системе и подвергать ее философской критике, хотя периодически мы все равно встречаем ученых-отступников или еретиков, которых пытаются заткнуть другие ученые, обвинить в шарлатанстве и выгнать из университетов. То есть, есть еще и определенного рода цензура научная. То есть, не всякий человек, владеющий научным методом, может сохраниться в науке, потому что есть определенное сообщество, коллектив, и если немножко этому коллективу как-то вот показаться не очень приятным и доброжелательным молодым человеком, можно вылететь оттуда еще в студенческую пору, а можно и когда ты уже стал ученым, и когда ты уже разобрался во всем, и ты уже смешарик, ну то есть ученый, да, а не кто-то там другой, тебя могут выгнать все равно. Автор пишет, «Интеллектуальные проблемы античности сейчас разрешаются с помощью идей из области наук о сознании, мозге, генах и эволюции». Да, это действительно так, но эти же проблемы греки решали с помощью своих методологических установок, и отдельные школы думали, что реально решили эти проблемы. Научная методология в их глазах не просто бы ничего не решила, а даже отдалила бы, по их предполагаемому мнению, нас от истины. Вообще, мне кажется, довольно примитивным представление о линейном росте всех сверхзнаний человеческой жизни, вообще всех сверхчеловеческой жизни. Если в целом данных в наши дни действительно больше, ну просто больше людей собирает данные и записывает их, потому что их собирает большее количество людей, это не значит, что наша методология лучше. В принципе, можно собирать факты и применять их в рамках ущербной методологии. Является ли таковой наука вопрос открытый? Является ли наука ущербной методологией? По мнению многих философов, да. Ну вот, Пинкер продолжает. Для исследований в этих областях были разработаны мощные инструменты, начиная с генетически модифицированных нейронов, которые контролируются с помощью световых точек, заканчивая разработкой больших данных, которые дают представление о том, как распространяются идеи. Вышучиваем, ирония. Для исследований в области мистики были разработаны мощнейшие инструменты духовных практик, которые позволяют контролировать феноменологический опыт, эмоциональную сферу, мышление и останавливать внутренний диалог. Да, классно, хорошо. Все эти эпитеты, вся эта лирика, это, конечно, замечательно, это, конечно, очень весело, да, действительно были разработаны, но это ничего для нас не значит. Вообще нормально, да, вообще хорошо, что они были разработаны, но у нас нет никакой гарантии, что все эти инструменты хотя бы приближают нас к истине, а не отдаляют от нее. Чем бы истина в скобочках не была, конечно. Возможно, опять же, все эти инструменты были разработаны, исходя из ложных посылок натуралистического дискурса, а данное предположение, опять же, больше похоже на жалкое миссионерство. Данное предложение, которое вот пишет наш Пинкер, конечно же. Автор не видит никакого смысла разбирать собственно философские вопросы, которые касаются методологии познания. Ему очень хочется прочертить прямую линию развития методов от худших к лучшим, что, на мой взгляд, крайне поспешно и базируется исключительно на наивной вере автора в методологический прогресс, не путая с техническим и научным прогрессом. Логично подумать, пишет Пинкер, что авторы гуманитарии в восторге от рассвета научных идей. Но это было бы ошибкой. В то время, как все одобрительно относятся к науке в тех случаях, когда она способна излечить болезнь, осуществлять контроль над окружающей средой или одерживать победу над политическими оппонентами, вторжение естествознания на территорию гуманитарных дисциплин вызывает глубокое возмущение. Вот это мы разберем основательно. Вот вообще нельзя это не разобрать основательно, иначе мы впадем в ряд предрассудков и ошибок. Во-первых, наука не способна осуществить контроль над окружающей средой. Наука это пожилые теоретики, но не всегда пожилые. Ну давайте тогда пожилые теоретики, короче, теоретики. Это люди, которые буквально большую часть жизни проводят в библиотеках. Сидят, читают друг друга, читают научные статьи, сочиняют натуралистические фальсифицируемые теории, там что-то себе в голове воображают, гипотезы какие-то, вот эти вот все вещи. Вот это ученый, чтобы вы понимали, да? Это старый дед, который в среднем ничего не делает полезного. Ну вот фантазирует теорию. Все, все как бы. Вот вам образец, настоящий образ ученого. Если человек занимается параллельно еще какой-то практической деятельностью, ну значит он совмещает науку и практику просто, да? Это, ну вот, две разные вещи совмещает. Как если, вот человек может заниматься наукой, играть в теннис, например. Может играть в теннис, да, действительно. Также и практикой может заниматься два разных типа деятельности. В общем-то совмещать все, и все люди могут, почему бы и нет. Здесь то же самое. Нормальные ученые по всем данным вышеопределениям, это пожилой, не обязательно пожилой, конечно, но теоретик. Теоретик, который сидит в библиотеке, читает, читает, вот, 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 Ойнштейн написал, там, вот, вот, да, стандартная модель. Вот, вот, вот он, понимаете, да? Вот этот человек, вот ученый. Вот, а вот положение о том, чтобы вот эти вот пожилые теоретики, и только они могут положительно влиять на практиков и практику, это еще нужно доказать на самом деле. Вы представляете себе? Вот сидит себе теоретик. Ботанит. Читает какие-то статейки. Придумывает, фантазирует свои натуралистические фальсифицируемые теории в голове. Просто фэнтези, да, мифология у него в голове происходит, определенным образом ограниченная. Вы серьезно думаете, что это на практику влияет? Ну, вот, прям, вот, точно, вот, прям, вот, сто процентов влияет на практику позитивно. То есть, не практика влияет на этих пожилых теоретиков, которые вынуждены учитывать результаты многих экспериментов и практик. Так, нет, наоборот, да, получается, это, вот эти теоретики влияют на. И только они. Притом, история подсказывает нам как раз обратное, я начну с этого. Сначала идут практические открытия, сделанные не учеными, а потом ученые подхватывают обнаруженные явления и начинают выдумывать теории. Ну, например, телескоп, паровой двигатель, металлургия, алхимия. Все это возникло до науки, ну, то есть, до Галилея. То есть, вот, телескоп Галилея, который он на самом деле усовершенствовал, и, кстати, само усовершенствование телескопа тоже не есть наука на самом деле, да. Телескопы-то были до Галилея. Сам принцип вот телескопов был разработан раньше, и оптикой занимались раньше, только не научной оптикой. Философы занимались оптикой вообще-то, я напоминаю, да. И нормально так начинали эту дисциплину. Продолжаем в том же самом духе по данным определениям работать с тем, что было. Наука не способна излечить болезни. Вау! Этим она принципиально не занимается. Это не вопрос науки. Наука, в принципе, может задать вопрос о том, что такое болезнь и как она возникает. Или дать описательную систему. Притом, не единственно возможную, потому что могут быть другие системы, могут быть философские системы, мистические, религиозные. Мы не будем их сильно категориально разделять как-нибудь. Просто обозначим вот такими словами-образами. Заболевание лечит конкретно медик, который ученым методологически не является. И опять же, огромный вопрос, насколько сильно он нуждается в натуралистических выдумщиках-теоретиках. Если медицина и сама может усматривать корреляции, считать циферки и получать эмпирический опыт. Но без составления волшебных теорий. Ведь на самом деле, да, основной набор позитивной информации из теории извлекается посредством того, что в ней содержится и эмпирический опыт, и математический аппарат, и много чего еще. Но сами математический аппарат, разные корреляции, все эти циферки, все эти статистики, и сам опыт, они не являются обязательным свойством. Нет, они не являются свойством только лишь научной теории, да, так скажем. И в принципе могут существовать без нее. Ну, вполне можем взять, убрать научную теорию, оставить эмпирический опыт, и оставить все вот это, и, возможно, все будет работать не хуже, чем сейчас. Ну, да ладно. Но все равно это пока пробовать люди, видимо, это не будут. Но я просто вот, я просто отмечаю, что пока не доказано, да, утверждать такие вещи было бы крайне глупо, поверхностно. Более того, вот у вас есть оппонент, который так не считает. Ну, дальше идет еще веселейший за. Да, одержать победу над политическими оппонентами наука тоже, как вы понимаете, не помогает. Вместо конкретной научной методологии автор пытается просто приписать науке все хорошее, не дав понятных и четких определений. Честно говоря, меня удивляет, что вторжение естествознания на территорию практики не вызывает возмущения, вот как у гуманитариев, да, потому что великие деятели инженерии, медицины и прочих практических дисциплин создают величайшие блага для человечества, а в их славе купаются какие-то шарлатаны, паразиты теоретики, которые убедили как и самих практиков, так и недалекого обывателя в том, что наука для практики необходима. Ну, кстати, чаще всего вот это слово наука не проясняется. И практики, и все эти, и медики, и инженеры, они хуже всех понимают, что такое наука нередко. Это, очевидно, исторически не так, во-первых, да, а во-вторых, крайне сомнительно, что наука действительно способствует, единственное, что может способствовать, да, наука единственное, что может способствовать такому высокому техническому развитию. Может быть, другие философские школы со своими теориями могли бы занять место науки. Это тоже довольно смелое предположение, его доказывать я, конечно, не буду, ну, потому что мои оппоненты тоже ничего не доказывают, просто утверждают. Просто утверждают без доказательств. Ну, давайте пока так остановимся. Читайте мои тексты «Философия практики» и статью «Соотношение науки и практики». Вот там вы отыщете некоторые ответы по данной теме. И, честно говоря, я тут могу понять инженеров и медиков. Они существуют в мире, который более-менее понятно описывается теоретиками-фантазерами из среды естествоиспытателей. Практики очень редко оказываются мыслящими людьми, да, им крайне неинтересны все эти теоретические проблемы, а потому докапываться до научных теорий и методологий станет только редкий представитель той или иной практической дисциплины. А если станет, как Рыбников, например, ну, там начинается просто мое почтение, да. Полный набор явственного, в общем-то, отсутствия понимания того, что такое наука. И это нормально. Это нормально для технаря. Вот технаря в смысле представителя технических наук. Для человека, который не занимается наукой, очень даже обычно не понимать, что это такое. И они обычно не понимают. Среднестатистический инженер не представляет себе, что такое наука. Ну, давайте заметим, да, что вот этих людей обучали в школе с определенными догмами, их заставляли сдавать, естественно, научные предметы. Они плохо знают философию, почти не разбираются ни в одной науке. То есть, они сами не могут наукой заниматься, ни в одной философской методологии. Вот и все. Им данные проблемы вообще не интересны, они вообще не про то. А теперь давайте посмотрим, а что там в гуманитарных науках. Все-таки Пинкер про гуманитарные, да, о науке говорил, а там, неожиданно, ненаучные методологии. Также заметим, что автор неправильно использует слово гуманитарные и называет гуманитарными еще и общественные дисциплины. Впрочем, и гуманитаристика со своей германевтикой, и изучением уникальных событий, так и общественные науки во всем своем множестве и многообразии методологий не являются заведомо научными. И не обязаны базироваться на догмах натурализма. И тут к ним приходит очередной натуралист-естествоиспытатель, который ничего не понимает в данных дисциплинах. Даже книжки не читал, и не знает простейших фактов, вообще ничего не знает. И не располагает данными о положении вот той или иной дисциплины. А после начинает вторгаться на территорию гуманитарных наук. Он выглядит, как плохой креационист в глазах эволюционного биолога. Именно поэтому такие вторжения на территорию гуманитарных наук вызывают неодобрение. Заметьте, да? То есть проблема вот всех этих естествоиспытателей, вторгающихся в гуманитарной науке, чаще всего заключается в том, что это абсолютно непонимающие люди. Они не понимают, что здесь происходит. Там Докинс вторгается на территорию религиоведения. Он не понимает, что это за религиоведение. Там, я не знаю, он не понимает, как вообще дисциплина устроена. Он не знает, где тексты брать, как их читать вообще. Не понимает, какие методы чтения есть. Он просто, он считает это как любитель. Как-нибудь еще ученый вторгается в область этики. Конечно, его там не любят. Конечно, его там не хотят видеть. Он там никому не интересен. Он предлагает свои офигительные идеи, не зная истории этики, не читая текстов, ничего не делая с текстами. Просто бла-бла-бла-бла-бла. Научный, я эмпирический опыт провел. Голубь Скиннера у нас там, я не знаю, имеет веру теперь. Да, голуби Скиннера, они теперь верующие, не Скиннеры, как там, ну, неважно, вы поняли, вот эти голуби, вот эти вот, да, суеверные. Все, голуби тоже суеверные бывают. И люди суеверные, как голуби. Ку-ку, блядь, бу-бум, охуенно, круто, замечательно. Ну, серьезно, приблизительно так это и выглядит, это почти всегда смехотворно. Но, также важно заметить, что сами представители этих гуманитарных наук периодически протаскивают разные, естественно, научные заходы. То есть, гуманитария не полностью очищена от натурализма. Нету такого у нас, да, у нас, у нас я не гуманитарный исследователь, конечно, я философ с большой буквы, да, методолог, естествоиспытатель, скептик, там, все дела. Но, ну, все-таки, да, давайте гуманитарные сферы тоже есть. Я, кстати, гуманитарными вопросами тоже иногда занимаюсь, ну, неважно. Это неважно, это уже тонкости. Так вот, среди гуманитариев полно фанатиков саентизма. Но, в отличие от самих естествоиспытателей, вот эти гуманитарные саентисты, они хотя бы могут более-менее грамотно совместить данные гуманитаристики и науки. И поэтому, давайте гуманитарии будут заниматься гуманитарными дисциплинами и протаскивать сами будут вещи естественных наук, если им это интересно, если им кажется, что это важно. Потому что они знают фактологию гуманитарных наук и могут, могут ее использовать. И с ними можно интересно поспорить на данную тему, потому что это не идиоты в гуманитарных областях, понимаете? А естествоиспытатели сами по себе чаще всего идиоты в гуманитарных областях, которые пытаются протащить туда что-то из естественных наук, но не могут. Потому что они тупые в этой области, конкретно в данной области. Конкретно в данной области тупые. То же самое, что если бы гуманитарии приходили на факультеты биологии и заставляли биологов герменевтически трактовать, я не знаю, теорию эволюции. Да их бы нафиг оттуда послали. Также гуманитарии нафиг посылают естествоиспытатели, которые не разбираются в данных темах. Которые пытаются разбирать в рамках гуманитарного дискурса. Все просто. И при том есть гуманитарии, которые развивают всякие естественно научные вещи. Все это нормально. Все это присутствует в очень большом объеме на самом деле. Я не знаю, как Скиннер, будучи собственно гуманитарием, этого в принципе не видит. Он и сам один из этих гуманитариев, которые протаскивают. То есть, мне очень трудно представить, то ли он требует какого-то досконального, стопроцентного поглощения наукой всего вокруг, но что мне не нравится. Продолжаем, продолжаем читать Пинкера. Поехали. Способ рассуждения научного рассуждения о религии, во-первых, методологически нерелевантен. Потому что религиозные концепции чаще всего формулируются как нефальсифицируемые утверждения. Второе. Позиция науки, кстати, замечу. Нефальсифицируемое не равно ложное. Нефальсифицируемое не равно не истинное. Просто неопровержимое. Вообще, просто заметьте, что до Попера слово «моя теория неопровержима» — это вау, нифига себе. У него неопровержимая теория, да? И вообще, обыватели, когда используют слово «неопровержима», они вот так вот встают, такие гордо. «Моя теория неопровержима! Ура! Ура! Супер! Да, супер! Она неопровержимая. Вот в науке все теории опровержимы». Это атрибут научного знания. Теории принципиально опровергаемы должны быть. Но это не значит, что они не истинны. То есть это просто другой критерий. Это критерий, который может быть... Он даже не рядом с истиной стоит. Опровергаемые и неопровергаемые, да? Включаем... Это не значит, истина не истина. Это значит, что опровергаемые и неопровергаемые. Может быть, истинной теорией является нефальсифицируемая теория. Например, религиозная какая-нибудь. Почему бы и нет? Далее поехали. Позиция, во-вторых, позиция науки по поводу сверхъестественного в целом понятна и предсказуема. Наука в своем основании отрицает все сверхъестественное и нефальсифицируемое. Это довольно сомнительный заход, который делает совершенно спонтанно и без достаточных доказательств. А потому обсуждать здесь на самом деле нечего. Здесь не с чем спорить. То, что истинная теория должна быть фальсифицируема, это просто спонтанно принято. То, что обязательно должны быть эмпирические доказательства, тоже принято спонтанно и по-философски довольно-таки. И то, что ничего сверхъестественного нет, наука тоже приняла довольно спонтанно и довольно случайно. Вот-вот. И доказательств этому тоже нет. Все. Поехали дальше. Три. Подавляющее большинство ученых – это полные идиоты в сфере философии. А слушать идиотов по тем или иным вопросам крайне неинтересно. Потому что ученый в среднем не понимает стандартный и рабочий в рамках философии аргумент. И не может никак его опровергнуть. Кроме как высказать свое радикальное несогласие. В качестве примера таких идиотов в философии можно привести Ричарда Докинза, Стивена Хокинга, Лоуренса Крауса, Станислава Дробышевского, Александра Панчина и огромного количества других людей. У нас еще Алипов там есть. И вот куча вот этих вот людей, которые являются полными идиотами в области философии. Они не могут разбираться в методологии. Это просто фанатики определенной методологии. Абсолютно религиозные люди методологи. Абсолютно верующие методологи. Вот канонически верующие. К веру ибо абсурдно доказательств у нас не будет. Этой методологии вот она просто есть. Она просто священная. А все кто не согласны мракобесы. Все. Контраргументов ноль. Мракобесы вокруг. Заметим также, что их речи выглядят не как доказательная и структурированная критика. А как нападки сумасшедших оголтелых сектантов. Которые даже не разобрались в том, что их конкретно не устраивает в той или иной религии. Их единственная цель продвинуть и обосновать монополию лишь одной религии. То есть науки. А оттуда и такая преимущественно риторическая и поверхностная стилистика. Притом теологи и религиозные философы, они готовы вести споры с грамотными философскими атеистами. И даже с теми, кто выступает на стороне науки. Просто позиция большинства ученых по вопросам религии, это мнение некомпетентных людей, которые не понимают, что они обсуждают. Опять же. Конечно, вызывают неодобрение. Тупо некомпетентные люди. Чаще всего. Можно не лезть в религию. Заранее. Вот если вы не философ-атеист, ну как бы не просто философ, человек, который освоил философские аргументы. Если вы не готовы к философским дебатам, идите нафиг, сайентисты. Вас здесь не ждали. Не для вас, в общем-то, это создано. Вы не можете просто бросаться какими-то рандомными фактами, рандомными черепами жонглировать перед оппонентом. И делать вид, что это что-то для него должно значить. Вам придется осваивать определенную методологию спора. По крайней мере, некоторым из вас придется это сделать. Иначе вы и дальше будете клоунами в определенных дисциплинах. Продолжение. Чудесно. В основных и наиболее влиятельных журналах авантюристы от науки регулярно обвиняются в детерминизме, редукционизме, эссенциализме, позитивизме. И, наконец, в самом плохом, так называемом, сайентизме, пишет Пинкер. За последние пару лет было четыре открытых обвинения в сайентизме только в одном журнале New Republic. Кроме того, нападки на сайентизм встречались в Book Forum, the Claremont Review of Books, the Huffington Post, the National Review Online, the New Atlantis, the New York Times and Standpoint. Вот журналы, соответственно. Вот в них встречались нападки на сайентизм. Вы не замечаете ничего? Поехали. И это замечательно, что существуют люди, которые пытаются бороться против научного догматизма, отвечаю я, и распространения научной методологии. У науки и без того слишком много ресурсов и авторитета, чтобы уступать ей еще больше. Пинкер же пытается заткнуть несогласных с помощью пристыжающей риторики, несогласных и без того меньшинство. Но, судя по всему, их не должно быть вообще. Только тогда Пинкер будет доволен. Ну, в общем, радикальный ислам у нас здесь. Радикальное уничтожение всех оппонентов, на мой взгляд, в прямом, в общем-то, виде. Ну да ладно, поехали. Мне же видится, что необходимо критиковать науку не только изнутри ее церковных институтов, но и по правилам самой науки, но и со стороны. И не по правилам самой науки. Мы отлично понимаем, что наука не способна услышать эту критику, потому что она в ней полностью не заинтересована. А ученые получают выгоды от монополии науки на интеллектуальном рынке. Впрочем, именно из-за монополизации наукой естественной области философии, из-за тотальной разницы между человеческими, денежными и техническими ресурсами науки и всех существующих философских течений вместе взятых, это война, которую необходимо вести. Методологические сектанты и фанатики, паразитирующие на теле сложившейся системы, не захотят отдавать теоретикам с другими методологическими подходами и долей своих ресурсов. Они продолжат и дальше отбирать у интеллектуалов места и обвинять их в шарлатанстве, делая вид, что обоснованной может быть только наукой и ничего больше. А после всякие пинкеры будут негодовать. Наука такая хорошая, почему ее кто-то критикует? Почему кто-то недоволен? Продолжаем. Экликтичная политика этих публикаций отражает двоякий характер такого негодования. А я бы заметил, что экликтическая политика публикаций указывает на плюрализм мнений в рамках того или иного сообщества, ну или выше названных изданий. А в естественных науках плюрализма абсолютно мало. Очень узкий диапазон идей может пройти через игольное ушко догматической научной методологии, а это ушко фальсифицируемости, это ушко эмпиризма. В общем, вы понимаете, их там несколько, в общем-то, несколько, в общем, сид, через которые наука пропускает свои теории. То есть, дальше следует заметить, что гуманитарные и социологические дисциплины часто могут похвастаться множеством радикально разных и даже противоположных подходов. Тем более, если эти публикации не в рецензируемых научных журналах, научных в кавычках, да, научных, типа, ну, гуманитарные журналы, общественные журналы, они существуют. А, например, в The New York Times. Ну, то есть, одно дело научный журнал, другое дело публицистический журнал, в котором, да, хоть что угодно, может быть. История про единорогов. Вообще без проблем. Продолжаем. Эта цитата из обзора трех книг Сэма Харриса, историком Джексоном Леиром для журнала The Nation, является стандартным примером обвинения со стороны левых. Левых, обязательно, да. Цитируем. Позитивистские допущения обеспечили постимологическими основаниями социал-дарвинизм, популярные эволюционные идеи прогресса, а также научный расизм и империализм. Эти тенденции объединялись в Евгенике, доктрине, согласно которой человеческое благополучие могло бы быть достигнуто путем селекции достойного и стерилизации уничтожения недостойного. Каждый школьник знает о том, к чему это привело к катастрофическому 20 веку. Две мировые войны, систематическое убийство людей в беспрецедентных масштабах, быстрое распространение невероятно разрушительных орудий, локальные войны на периферии империи. Все эти события предполагали в различной степени применение научных исследований в области продвинутых технологий. Мы это прокомментируем. Неожиданно, да, ребят? Если наука профилирует практику, или даже более того, есть практика, то она является не только создательницей всего полезного для людей, но и всего вредного. Я вам секрет раскрою. Вот наука это практика, значит она не только лечит людей и создает там, я не знаю, атомные электростанции, но и атомные бомбы создает, и убивает людей, и ракетницы там создает, и автоматы создает наука. Понимаете? Понимаете? То есть одного без другого представить себе нельзя, если мы практическим определением науки следуем. Вот, да, она является не только создательницей всего полезного для людей, но и всего вредного, смертоносного, а также именно она стала основной причиной, ну, например, загрязнения среды. Как по мне, нелепо думать, что все положительные достижения практики можно зачислить насчет науки, а все негативные оставить политикам и обывателям. Это просто нелогично, да и нечестно, да и несправедливо, да и как-то странно, и как-то спонтанно. Это попахивает неким религиозным поклонением, преклонением перед наукой, которая оказывается всеблагой и непогрешимой, подобно Богу. То есть, вот это реально какое-то идолопоклонничество. Ну, если вы признаете, что наука это практика, то в таком случае это и плохая практика, и хорошая практика. Все сразу. Вы не можете отобрать только хорошее для науки. Любой непредвзятый человек, который исходит из практического определения науки, признает, признает, что практика это не только все хорошее, но и много чего плохого. А следовательно, наука имела много прямых и косвенных негативных последствий. Ну, например, прямых это оружие, ядерное оружие, загрязнение среды, а косвенных это социальный дарвинизм Евгеника. Ну, очевидно, что социальный дарвинизм, он вырос в каком-то смысле в том числе из дарвинизма. Потому что здесь дарвинизм вообще упоминается, и, соответственно, многие социальные дарвинисты, они опираются на теорию Дарвина. Хотя там сейчас про Спенсера дальше будет говориться, но Спенсер тоже имел определенное влияние на это все. Но все же, да, косвенное влияние науки на соцдарвинизм, оно имеется. И на Евгенику тоже. И на нацистов, ученых, которые резали, в общем-то, людей тоже, да, тоже вот исследователи, практики, ученые. Ради блага, познания, все это делали. Мы не одобряем это на самом деле. Это ужасно, что они так делали. Ну, вот люди, которые занимались наукой, так делали. Вы не поверите, здесь комментариев не будет, но мы это продолжим прочитаем. Следующая цитата, взятая из речи 2007 года, Леона Касса, советника Джорджа Буша, смотрите, какие люди, советник Джорджа Буша, вообще-то, да, по биоэтике, показывает, что критика со стороны правых, правых, левых, правых не менее основательна. Научные идеи и открытия в области живой природы и человека, которые сами по себе очень желательны и безобидны, привлекаются на сторону борьбы против наших традиционных религий и моральных учений. И даже против нашего осознания себя как созданий, обладающих свободой и достоинством. Вместо этого среди нас возникла квазирелигиозная вера. Позвольте мне назвать ее бездушным саентизмом, который верит, что наша новая биология, уничтожая все тайны, может дать нам исчерпывающее представление о человеческой жизни, предоставить чисто научное объяснение для человеческих мыслей, любви, творчества, моральных суждений и даже нашей веры в Бога. И даже нашей веры в Бога не ошибетесь. Ставки в этом споре высоки. На повестке моральное и духовное здоровье нашей нации, сохранение жизнеспособности науки и наше собственное осознание себя как человеческих существ и детей Запада. Провоки молодцы. И действительно, пишет Пинкер, ревностные обвинители, но их доводы слабы. Научное мышление нельзя упрекать за геноцид и войну. Оно не угрожает моральному и духовному здоровью нашей нации. Скорее, оно необходимо во всех сферах человеческой деятельности, включая политику, искусство и поиск смысла, цели и морали. Ну, это я просто считаю с тем пафосом, с каким это текст, видимо, писался. Ну, чтобы вы тоже осознавали, да? А, уровень пафоса. Ну, что, поехали. Мой комментарий. Когда появляются обвинители, то ученым становятся... Учеными становятся только блаженные теоретики. И мы оперируем понятием научное мышление, а не наука, ученые, там, практика и так далее, да? То есть, научное мышление неожиданно у нас появляется. То есть, обвиняли науку, а Пинкер защищает научное мышление. У Пинкера не возникает с этим проблем, на самом деле. Он очень неплохо тасует понятия, да? То есть, у нас тут вот ученый, это суперпрактик, который там, я не знаю, строит космические корабли своими собственными руками. Электричество сам проводит в дома, там, провода строгает, вот так вот для людей, в общем-то, занимается важнейшими делами за всю историю человечества. А с другой стороны, с другой стороны, вот как только вот про практику, вот что-то заговорили, да, и тут плохая практика. Пинкер такой берет, снимает свои найки, надевает адидас сразу, так переобувается. И вот у нас научное мышление уже, уже научное мышление. А наука это, ну, это не про практику. Вы что, вы что, господа, вы что, подумали, что наука это про практику? Не-е-е-е-ет, наука это про мышление, наука это про научное мышление, вы что? Наука, наука, не, она неплохая, вы чего? Не, она хорошая, она вообще абсолютно хорошая. А вот эти вот практики все, да, вот эти вот, блядь, инженеры, вот эти вот врачи, вот этот доктор Менгеле, да, вот этот доктор Менгеле, вот они, они не-не-не-не-не, они к науке никакого отношения не имеют, вы чего? Да есть научное мышление, а есть доктор Менгеле, это вообще разные вещи, вообще никогда не пересекались, вы чего вообще? Как вы вообще можете нас в этом обвинять? Ну вот, в общем, наука в его речах предстает в виде некого перевертыша, который в один момент преподносится как источник всей практики, а в другой как всего-то образ мышления, который приносит только пользу Дальше, пункт, противники приводят доводы, точка Пинкер, ваши доводы слабы, плюс, повторяет просто тезисы, противоположные тем, что озвучены в статьях Сила Да, и научное мышление так Неожиданно, да? Неожиданно появилось научное мышление, подмена понятий, неожиданно, а че нам пинкером, че нам с сиентистом-то? Впрочем, дальше будет не менее гениальное раскрытие, но это просто заранее тогда Следует заметить, что вместо анализа огромного количества антисиентических источников Пинкер приводит в качестве примера текст какого-то рандомного историка, который был напечатан в публицистическом журнале The Nation и речь советника Джорджа Буша Уровень анализа поражает, уровень анализа проблемы прямо просто невероятный у Пинкера Вау! Вот от PHD по психологии я именно такого и жду Человек умеет работать с академическими текстами, а вместо того, чтобы их анализировать, он просто... Бам! Взрыв мозга! Невероятно! И в очередной раз подчеркивает, что статья... Я еще... В очередной раз, да, подчеркивает все это Что статья носит исключительно риторический характер Вот представьте, я бы разбирал вам сайентистов И вместо реальных сайентистов, вместо реальных ученых, там, не знаю, вместо разбора каких-нибудь академических статей Вместо разбора философов науки, которые позитивно относятся к науке Я бы просто брал рандомным образом В рандомном журнале находил бы рандомного автора, который по науке глупости несет, восхваляя при этом ее И просто бы разносил бы ее Просто-просто бы разносил этого автора Вот приблизительно такой же уровень, потрясающе Пинкеры продолжают Термин сайентизм совершенно не ясен Он является скорее неким пугающим словом, нежели обозначением какой-то конкретной доктрины Иногда он приравнивается к таким безумным точкам зрения, как та, согласно которой наука это единственное, что имеет значение Или та, что ученым должно быть доверено решение всех проблем Поехали Существует конкретная научная методология, которая заключается в создании гипотез на базе наблюдений и формирования на их фундаменте фальсифицируемых неправильничьих теорий натуралистического типа, а также попытки опровергнуть эти теории Это и есть наука И существуют люди, которые отдают этой науке приоритет Они либо являются сторонниками этой конкретной методологии, либо неосознанно поддерживают эту методологию, ее оспоримый авторитет и даруют ей всевозможные человеческие, финансовые, технические и социальные ресурсы Притом, Пинкер, он принадлежит ко вторым из них Он не сторонник научной методологии, он ей не пользуется, это видно Потому как он текст пишет Это человек, который просто поддерживает научную методологию со стороны Так немножко Собственно, для меня сиентистом является каждый, кто отдает приоритет в качестве познавательной системы науки Игнорируя неограниченное множество философских методологий, религий и даже искусства как форму познания То есть, приоритет в качестве познавательной системы Подчеркнули Пинкер отдает науке приоритет в качестве познавательной системы Пинкер вычеркивает всю философию Ну, то есть, он говорит, вот эти философы, они были там недоучеными, а потом вот ученые уже все знают и все хорошо Все отлично, да? То есть, были философы недоученые, но они были как будто бы учеными, потому что их некоторые идеи вошли в компендиум науки, так скажем А потом уже, уже потом, да? В общем-то, уже появились настоящие ученые, а современные философы это уже не ученые Так, дураки, бала-бала, короче Ну, вот Дальше, продолжаем Не обязательно сиентист должен считать, что только наука имеет значение Возможно, вот таких вот людей, которые так считают, вообще не существует, потому что высказывание слишком радикальное У каждого человека есть интересы в чем-то ненаучном Музыке, играх, фильмах, книгах Выбор довольно большой Ну, кстати, заметим, единственный человек, которого я знал, у которого были такие воззрения когда-то давно, это Ларин Это Ларин, буквально, против художки, против всего, только наука имеет значение Читай Докин, читай Докинза Ну, формально, вот, вот, если бы мы говорили, что только такие люди являются сиентистами Ну, это была бы шиза, и там не с кем спорить, и там не с чем спорить, это неинтересно вообще-то Ну, может быть, есть такие люди, может быть, нет Никто не подразумевает под сиентистами, ну, никто из адекватных теоретиков под сиентистами вот таких людей не подразумевает Обвинять людей в вере в то, что только наука имеет значение, абсолютно бессмысленно Так как примеры таких персонажей в массовой культуре и даже в самой науке найти крайне сложно Антисиентистам пытаются приписать парадоксальное обвинение в адрес сиентистов Хотя ни один разумный антисиентист заявить такого по понятным причинам не может Продолжаем Ученым должно быть доверено решение всех проблем Это тоже утверждение, которого не придерживается практически никто Оно бы означало крайнюю форму сиентизма, но прецеденты крайне редкие и найти их крайне сложно Ввиду этого, для того, чтобы быть сиентистом, достаточно отстаивать монополию науки в области познания Все Этого уже достаточно Если мы отстаиваем монополию науки в области познания, мы отстаиваем также и школьное образование, университетское образование, связь науки, работ Мы также отстаиваем науку в СМИ Все, этого уже достаточно, чтобы была большая познавательная монополия И не важно, понимаешь ли ты, что такое научный метод или нет Потому что при проверке окажется, что добрая половина официальных ученых не знакома с основными положениями научной методологии И в таком смысле подавляющее количество людей на нашей планете являются сиентистами То есть противниками любых познавательных альтернатив Более того, многие христиане являются сиентистами Они доверяют так называемой науке право заниматься познанием О себе оставляют веру и пытаются показать, что наука и религия друг другу не противоречат Как же они недооценивают Бога, на мой взгляд Пинкер продолжает Иногда он описывается, сиентизм, такими прилагательными, как упрощенный, наивный и вульгарный Отсутствие определений Ой, отсутствие определений, господи, ты что? Определений, ты загугли хотя бы, ну боже мой, простите Я, по-моему, на это не отреагировал, но вот дальше А он гуглить умеет? Типа, я не знаю, это просто, наверное Отсутствие определений дает мне возможность уподобиться геоактивистам, гордо щеголяющим термином квир И использовать пиератив для определения позиции, которую я собираюсь защищать Продолжаем Мои комментарии Сиентисты не могут быть меньшинством, потому что благодаря научным школам, университетам и привязке многих работ к науке, как к институту, подавляющее большинство людей вынуждено верить в науку, ее результаты, ученых и так далее Мне видится, что сиентисты это самая крупная, влиятельная, разрушительная религиозная группа, которая когда-либо существовала на нашей планете А потому сравнение с геоактивистами неуместно, все-таки геоактивистов меньшинство в мире Уместно сравнение с христианами в средневековой Европе, когда происходил массовый прессинг еретиков и инакомыслящих А также христианство было единственной допустимой точкой зрения Похожего результата, но только в масштабах всего мира пытаются добиться и люди наподобие Пинкера Иначе его статья не имела бы никакого смысла, ибо авторитеты и силы науки уже невероятно велики Уже даже сейчас какой смысл дальше прокачиваться, ну и так сильно круто Сиентизм в хорошем смысле не является, а в каком, какой смысл хороший? Сейчас он типа попробует определить Не является верой в то, что члены оккупационной гильдии под названием наука особенно мудры или благородны Напротив, дефинативные практики науки, включая открытые дебаты, экспертные оценки и двойной слепой метод Специально предназначены для того, чтобы избежать ошибок и огрехов, которым ученые, как и все остальные люди, подвержены Поехали по методам Открытые дебаты ничего не дают Дебаты происходят по определенным правилам Побеждает не тот, кто прав, а тот, кто лучше играет по правилам Дебаты крайне субъективная форма взаимодействия Экспертные оценки также не имеют смысла Если вдруг окажется, что мы изначально пользуемся неверной методологией Да и какие могут быть эксперты по вопросам истины и реальности Далее Двойной слепой метод также находится в рамках парадигмы научной методологии Которая может оказаться ложной Он исключает ряд субъективных влияний, но на деле никак не влияет на методологию Открытые дебаты доступны для представителей любой религии и философии Они всегда были Более того, там всякие... А, да, да, это продолжение Экспертные оценки также могут быть философскими То есть, возможно, принципиально эксперты не от науки Двойной слепой метод скорее имеет отношение к социологическим дисциплинам и медицине Которые, как мы выяснили, высшими науками не являются То есть, здесь вроде бы метод и не противоречит науке Но он не является доподлинно научным И также может использоваться в других дисциплинах Прежде всего практических И опять же, как мы видим, наука опять пытается присвоить себе достижения Которые не имеют к ней никакого отношения И это очень опасная черта Потому что буквально все хорошее, что изобретет или придумает человек Будет называться оголтелыми фанатиками наукой Они, в отличие от конкретных критериев науки, придумали новый способ ее осмысления То, что мне нравится в сфере методологии, то является наукой А то, что мне не нравится, наукой не является Так в науку начинают включаться вещи, которые могут быть использованы И использовались в философии, религии, мистика и так далее Такие, как двойной слепой метод, дебаты, аргументация, математика и так далее, так далее, так далее Пинкер продолжает Сантизм не подразумевает того, что все существующие сегодня научные гипотезы истины Большинство новых гипотез не верно Поскольку цикл гипотез и опровержение является источником жизненной силы науки В этом науку, ну, обычные не обвиняют, на самом деле Ну, нормальные, опять же, критики Критики, которые понимают, что такое наука и как она работает Не обвиняют в этом науку Опять же, проблема автора, что он взял в качестве основания Советника Джорджа Буша и какого-то рандомного историка Вот, вот вся проблема Кто-то там где-то в интернетах и в журналах обвиняет науку в этом, понимаете, да? Он бы еще в порно-журналах прочитал, что какая-нибудь порно-актриса обвиняет науку вот во всем этом И начал бы кукарекать на этот счет Я бы сказал, что скорее проблема заключается в том, что есть ряд теорий, в которых можно сомневаться Но ученые постулируют их как неоспоримую и абсолютную истину Например, теория эволюции или теория большого взрыва То есть некоторые ученые, по-моему, перестали различать теорию и факт в некоторых моментах И для меня это печально на самом деле, потому что немножко сбивает научную методологию Немножко с определениями, ну вот немножко их вот плохо с ними работает Более того, несомненно, является базовая философская методология науки И если наука прекратит ее использовать, то перестанет быть наукой по определению Основные проблемы научного догматизма это догматическая методология и естественная установка А не как конкретные теории чаще всего Это важно понимать То есть, да, наука может менять теорию Вообще без проблем Но не может менять методологию По определению, потому что перестанет быть наукой с одной стороны С другой стороны, ну фактически она не меняет их Обе не имеют достаточных подтверждений Ни догматическая научная методология Ни естественная натуролитическая установка И являются крайне сомнительными Но в науке они используются, являются базисом для любых исследований Для верующих в науку еще раз повторяю Наука противоречит... А, нет, для верующих, для обычных религиозных верующих Повторяю Наука противоречит любой религии В которой есть некие сверхъестественные сущности Бог, боги, духи, души Влияющие на эмпирический мир И способные менять его по своему усмотрению Научная методология заранее работает так Как будто этих сил не существует Не имея для этого доказательств Если ваш бог вмешивается или вмешивался в дела мира То это напрямую противоречит методологическим установкам ученых То есть исламский бог и христианский бог сразу же выпадают Единственный бог, который не противоречит натуралистической установке Но и не поддерживается ей Это деистический бог Его наличие никак не влияет на научную методологию Все остальное напрямую влияет на результаты методологии Если мы допускаем влияющего на мир бога Значит достоверность многих наших суждений Которые следуют из наших методов Они уменьшаются значительно В общем-то все это Нет никакого империалистического намерения Окупировать гуманитарные науки Естествознание обещает Обещает, да Обогатить и разнообразить интеллектуальные инструменты Гуманитарных исследований А не уничтожить их Так проблема на мой взгляд заключается в том Что уже обогащает в лице многочисленных сайентистов-гуманитариев Нет никакого смысла требовать большего обогащения Ну да, я хочу больше обогатить Еще больше обогатить Еще больше обогатить Да куда больше-то Гуманитарные и общественные дисциплины Также чаще всего более плюралистичны и пластичны Чем естественны И как мне видится в этом их ценность Они учат мыслить не по стандартным научным шаблонам А выходить за эти пределы Искать альтернативы И иногда создавать новые шаблоны Что по-моему крайне полезно То есть опять же Увеличивать количество влияния Такого натуралистического сайентического дискурса Бессмысленно На мой взгляд Гуманитарные науки Все же недостаточно плюралистичны Хотя в какой-то степени плюралистичны И пластичны Они тоже недостаточно Потому что в принципе Академическая структура Постепенно ведет к некоторому закостенению В принципе старики Преподаватели гуманитарии Не очень любят новые взгляды То есть определенная закостенелость Имеется Но это не такая степень закостенелости Как у естественных наук Конечно же Но сохранение этих качеств Хоть в какой-то мере В рамках современной Академической действительности Это очень важно для того Чтобы не допустить Тотального оглупления человечества Посредством догматизации Его одной методологии И одним стилем мышления Мы слишком много придумали Чтобы без сопротивления Уступать научной монополии Честно говоря Много Наука Также не настаивает на том Что физическая материя Является единственной Реально существующей В мире субстанцией Сами ученые погружены В эфирную среду информации Включая математические истины Логику их теорий И ценностей Которые руководят их деятельностью В этом понимании Наука является частью Философии Рационализма И гуманизма Просвещения Ее отличает Явная приверженность Двум идеалам Которые саентизм Стремится Экспортировать В остальные области Интеллектуальной жизни Они там не нужны Не надо Продолжаем комментарии Начнем По крайней мере с того Что наука наставит на том Что все в мире естественно Если в мире существует Что-то сверхъестественное А сверхъестественное Чаще всего нефальсифицируемо Ну или по крайней мере Нефальсифицируемо Эмпирически То есть Да Для религиозного человека Фальсифицируемостью Существования Бога Может служить Поход в храм И ответ Бога В храме Например Не ответит Бог Опровергнут А вот ответит Неопровергнут Я чувствую Его живой дух В этом храме И все Обязательно Эмпирическая Фальсифицируемость Должна быть Так вот Если в мире существует Что не существует Сверхъестественное И нефальсифицируемое Например Гномики Гравитоники Или злокозненный демон То вся научная методология Не стоит и выданного яйца Она лишь умножает иллюзии И стремится описать мир Неправильными методами Наука Правда не стремится Предположить Злокозненных демонов Гномиков Гравитоников И многие интересные вещи Наука Обычно Фиксирует Что существует Только естественное Дальше Начинается Да Разбор шизы Ученые погружены В эфирную среду Информации И это при том Что информация Не является какой-либо Сущностью И субстанцией Информация Скорее является Противоположностью Субстанции То есть Аксиденцией Она крайне изменяема И во многом Случайно Дальше Математика И логика Они не являются Науками И мы не фиксируем Их прямого отношения К реальности В рамках науки То есть Если бы Мы могли говорить О субстанциональном Характере Математики И логики Это бы означало Что математика И логика И истины Так в кавычках Истины математики И логики Находятся в реальном мире В мире идей Платона Да Мы бы тогда были бы Уже не учеными Если мы так говорили Это далеко Не свойственно Ученым Предполагать Что математика И логика Реально существуют В мире Это не соответствует Методологии науки Просто Если бы наука Постулировала Математику И логику В отношении к реальности Она бы была бы Либо пифагоризмом Либо полтонизмом То есть Крайне мистической Идеалистической Философской Школой Продолжаем Автор Автор дальше Продолжает нас Радовать Первый Заключается в том Что мир является Интеллигибельным Явления Которые мы переживаем Могут быть Объяснены С помощью принципов Более общих Чем сами явления Эти принципы В свою очередь Могут быть объяснены С помощью Ещё более Фундаментальных Принципов И так далее Отвечаем Ну да Могут быть Объяснены А могут быть Не объяснены Ну да Действительно То есть Объяснить Не значит Достичь истины Может быть Они объяснены Неправильно А соответствуют ли Они истине И в каком смысле Соответствуют В каком смысле Существуют Ну ладно В конечном итоге Кстати следует Заметить Что есть попытки Создать так называемую Теорию всего То есть Принцип всех принципов Который будет Описывать буквально Всё Наука здесь Не уходит в бесконечность И пытается Создать финальную теорию Пока не успешно По признанию Самих учёных Может быть Когда-нибудь Теория всего Будет создана Почему бы и нет Так В процессе Осмысления Нашего мира Не должно быть Случаев Когда мы Вынуждены Признать Что это Просто есть Или Это маги Или потому Что я так сказал Признание Интеллигибильности Не является вопросом Грубой веры Она постепенно Подтверждается По мере того Как мир Становится Объяснимым В научных терминах Кстати вера же Вроде тоже подтверждается В процессе того Как мы верим Ну ладно Ну ладненько Бывает Это мы проигнорируем Вопрос Почему нельзя сказать Что это просто есть То есть Нет никакого Источника всего И это Достоверно Точно известно Это кто-то проверил Получается Что по идеям Пинкера Учёный Является Сумасшедшим Фанатиком Который уходит В дурную Бесконечность В своих рассуждениях Но зачем Почему Кому это нужно Чтобы просто Объяснять А зачем Тогда Ну объяснять Если можно Не объяснять И искать Например Критерии истины В науке Эти критерии Кстати уже найдены И установлены Ну то есть Формально Почему не может быть Теории всего Если её пытаются Разработать А может быть Вот этот вот принцип Когда мы постоянно Пытаемся найти Всю новую и новую Причину до бесконечности И привёл нас К умножению Разных там Виртуальных частиц Там не знаю Вот одни частицы Объясняют Другие частицы Ещё третьи частицы Четвёртые частицы По уровню глубины И так вот Очень глубоко Мы уходим Может быть В этом проблема Может быть Этих частиц нет И мы объясняем Того чего нет Может быть Есть где-то порог Может быть Есть где-то граница Да Вот что Дальше объяснять Уже можно не пробовать Просто есть Ну шуи активисты Они такие Чё поделать Жизненные процессы Например Приписывались раньше Мистическому Жизненному порыву Теперь мы знаем Что они поддерживаются С помощью физических И химических реакций В которые вступают Сложные молекулы Ну давайте так Возможно то Что можно было Описать теорией Жизненного порыва Наука объясняет Своими натуралистическими Теориями Следование некой Догматической методологии Не означает В кавычках Знания В рамках базовых Научных установок И так было понятно Приблизительно Какие базовые открытия Будут сделаны В рамках этой методологии Например Очевидно Что в отрицающие Сверхъестественные Объекты науки Психика будет обнаружена В одном из органов Вряд ли были какие-то В этом сомнения Что вот Ну где-то Ну например В мозгу Будет сознание Там и все такое Также например Понятно Было с самого начала Что научный метод Будет продвигать Описание жизненных процессов Через физические И химические реакции Это метод такой Такая направленность А были противоположные методы Более мистические Более там Не знаю Допускающие Какие-то другие вещи Почему бы и нет Лично для меня Нет особой разницы Между разными фантазиями Научной Религиозной Мистической Или философской Все заслуживают того Чтобы исследовать мир Со своей позиции И предоставлять Некоторые результаты Ну по крайней мере Мне так думается Я бы хотел послушать Все эти результаты Мы знаем Потому что Нам кажется Что мы знаем Ибо Не усматриваем Никаких альтернативных Методологий И отношений к миру Вот так вот и делает Пинкер Это печально Те кто демонизирует Саентизм Часто путают Интеллигибельность С таким пороком Как редукционизм Но объяснять Сложный случай С точки зрения Более серьезных Принципов Не означает Отрицать его глубину А можно вопрос А кто конкретно И насколько часто И они действительно Демонизируют Саентизм Мне тоже интересно Я например Не думаю Что я демонизирую Саентизм Мне видится Что я описываю Ситуацию Как она есть То есть существует Некое центральное Методологическое верование Которое пользуется Своими многочисленными Бонусами И лишает представителей Других подходов Даже шанса Претендовать на эти бонусы Сами саентисты Часто Вот Ситаты сейчас будут Да Многие медиа саентисты По типу Докинза, Хокинга, Харриса, Крауса Дробышевского, Панчина И так далее Сами атакуют Своих оппонентов Со своей чаще всего Недальновидной риторикой И крайне догматизированной Аудиторией Которая как раз В прямом смысле Демонизирует Антисиентизм Называет его Мракобесием Нередко объединяет его Ну вот С радикальным Догматизмом Религиозным Хотя Хотя адекватный Антисиентист Чаще всего просто философ Ну вот Неожиданно Может быть даже Религиозный Но далеко не всегда Обвиняют они Всех противников Науки В шарлатанстве И так далее И таких людей Очень много И что самое главное Нередко от них От их обвинений Может зависеть Социальный статус Человека Его зарплата Допустим У нас имеется Философ Антисиентист Из вуза Многочисленные Обвинения В критике Науки Могут привести К его увольнению Соответственно Он потеряет Неплохую работу И социальный статус При этом Будучи интеллектуалом Который ни к чему Больше почти Наверное Не подготовлен Ему придется Работать Не по специальности Что для среднего Человека Из гуманитарной И общественной среды Означает устройство На самые ничтожные И низкооплачиваемые Работы Вот и все Впрочем Известны случаи Когда доктора И кандидаты Биологических наук Критиковали Скажем Теорию эволюции За что их изгоняли С факультетов А после пытались Игнорировать И не отвечать На их аргументы Тоже такие случаи есть Ну да ладно Причем Я не говорю Что они повсеместны Но вот они есть Ни один здравомыслящий Мыслитель Не будет пытаться Объяснить Первую мировую войну На языке физики Химии И биологии Как противоположным Более Как противоположным Более понятным Языкам восприятия Целей лидеров Европы 1914 года В то же самое время Любознательный человек Может вполне Обоснованно Задаться вопросом Почему человеческие умы Склонны иметь Такие представления И цели Как трейболизм Самоуверенность И честолюбие Которые обернулись Смертельной комбинацией В тот исторический момент Мне тут кажется Что автор Несколько перепутал Понятия То что он понимает Под интеллигибельностью Обычно понимают Под редукционизмом А сама интеллигибельность То есть суть Постижения вещей Доступная Лишь уму И интеллектуальной интуиции Это вообще Антинаучная штука Как бы К примеру Редукционизм В истории Заключается в том Что при нахождении Текста в Первой мировой Где будет рассказываться О нападении армии демонов На Германию Такой текст Будет скорее всего Проигнорирован исследователями И к нему Не будут относиться Как к серьезному документу Как к художественной литературе Или как к обманному документу Да Автоматически Потому что Демоны Демонов Демонов Ну согласно На естественной установке Не существует То есть При выборе источников Историк Современный Будет Редуцировать В пользу физики В пользу науки В пользу более Вышестоящих Так называемых Дисциплин При этом Сами историки Не пребывали На месте событий И доподлинно Не знают Что там происходило Благодаря своим Органам чувств Они всегда делают Вполне Определенную ставку На то Что все происходило Согласно Нашим научным представлениям Даже если тексты Говорят обратное Это и будет Редукционизм В истории Хотя как я уже говорил История не наука А уникальная Общественная дисциплина Со своей уникальной Методологии Но редукционизм Там тоже имеется И это отчасти Неплохо И редукционизм Может дополнять Соответственно Методологию И редукционизм Это не то Чтобы тотальная Там не знаю Вот все вот эпитеты Которые негативно Он применял Это не значит Что это упрощение Это именно Как раз Отчасти Да тоже В том числе Методологическая установка На то Что мы не будем Допускать здесь демонов Это противоречит Нашему здравому Смыслу Допустим Ну и все Поехали дальше Вторым идеалом Является то Что Путь овладения Знанием Сложен Мир Не сходит Со своего пути Для того Чтобы обнаружить Механизмы Своего функционирования И даже Если бы сходил Наш разум Подвержен Иллюзиям Заблуждениям Сувериям Комментарий Проблема Заключается в том Что мы Точно не знаем Всю глубину Наших иллюзий Заблуждений Суверий Списки когнитивных Ошибок Смехотворные И поддерживают Рационалистическую Догматику Основанную Буквально ни на чем Даже если бы Мы избавились От тех же Когнитивных ошибок Это абсолютно Не значит Что мы сможем Познать мир Достоверно И в этом Кроется ключ Проблемы К сомнению В научной методологии Наука В своих методах Делает вид Что знает Как работают Многие вещи Смотрим в микроскоп А вдруг там иллюзии Смотрим в телескоп А вдруг там тоже иллюзии Вдруг при создании Вдруг при создании Технологии Была допущена Та или иная Значительная ошибка Которую человек Не может проверить Вдруг мир В принципе Не приспособлен К тому Чтобы пройти Через предлагаемые Наукой сита Познавательные Как автор Может повсеместно Заявлять О многочисленных Знаниях Не разобравшись С колоссальным количеством Фундаментальных Философских вопросов И что самое главное Следует заметить Что эти вопросы Остались преимущественно Философскими Потому что Ученые и инженеры Задаются ими Все реже и реже Они пытаются Увеличить Точность своих иллюзий До максимальной степени Но проработать В уме Возможность того Что это иллюзии Ученые не могут И нередко Наука Предстает Перед нами В образе Наивного реализма Когда речь идет О показаниях Разных приборов Микроскопов И прочих технологий Философия же Которая занимается Вопросами Теории познания Осмысленная Осознанно Наука Ими вообще Не занимается Потому что В рамках науки Эти вопросы Уже решены Вот эта философия С трудом В общей массе Признает Что было найдено Единое Абсолютное решение Всех этих вопросов И теперь Я выделил Кое-что черное Это важно Большинство Традиционных Оснований Убеждений Вера Откровение Догма Авторитет Харизма Конвенциональная Мудрость Придающая сил Свет Субъективной Уверенности А придающий сил Свет Субъективной Уверенности Окей Являются Генераторами Ошибок И не должны Приниматься Во внимание В качестве Источников Знаний Автор Насколько мы знаем Несколько предложений Назад говорил Мы знаем Мы знаем Мы знаем Откуда психолог Получил информацию Из книг Авторитетных Научных специалистов Авторитет Да Которые Продавили Свои догмы С помощью Харизмы Логической Догматики Методологической Догматики И привели Эти взгляды И теории И даже факты В соответствии С научной Конвенцией Научная Конвенция Ребята Все Мы все Пункты Уже Исследовали Если мы Искренне Последуем Совету Данного Автора То нам Следовало бы Отказаться От веры В науку От авторитета Ученых От харизмы Ученых Миссионеров И от Научной Конвенции Конечно же Автор Игнорирует Эти абсолютные Факты И пытается Выставить Науку Чем-то Принципиально Отличающимся От религии Философии Но Его аргументы Слабы А точнее Их просто Нет на самом деле Он не замечает Что все Эти явления И вера И откровения Ну откровения Нет ладно Вера Догма Авторитет Харизма И конвенция Они присутствуют В науке И они являются Ее Важнейшей Частью Как социального Института В любом социальном Институте Все это есть И следы Этого В науке Тоже есть И это Нормально И в этом Нет ничего Ужасного Отвратительного Да Это все Сомнительно Действительно Это вызывает Сомнения Но наука Их не лишена Совершенно Не лишена Наука Крайне Догматична Крайне Авторитет Это крайне Авторитетная Система Крайне Иерархическая Система Лишить Науку Всех Эти Качеств Невозможно Для того Чтобы понимать Мир Мы должны Разрабатывать Обходные Пути Для наших Когнитивных Ограничений Такие как Скептицизм Открытые Дебаты Формальные Точности И эмпирические Тесты Часто Требующие Подвигов Изобретательности Ну я Также Отмечу От себя Являясь Абсолютным Скептиком Что скептицизм И наука Не имеют Ничего Общего Так называемый Научный скептицизм Это догматическое Методологическое Учение Которое Наставит на том Что сомневаться Можно во всем Кроме научных Данных С тем же Самым успехом Мы можем Сформировать Христианский Скептицизм Как у Монтэни Исламский Скептицизм И буддийский Скептицизм Ну у Матхямики Что-то похожее На самом деле Есть Ну да ладно Впрочем Обычно И так понятно Что если человек Придерживается Какой-то Единой точки зрения Пусть даже И на методологию Во всех остальных Он будет Как минимум Сомневаться Также непонятно Как скептицизм Обходит когнитивные Ограничения Ведь если так подумать Базируясь на фиксации Возможности Этих ограничений Скептицизм Критикует Всякое познание И всякие критерии Истины Научные прежде всего Напоминаю Что подлинные Школы скептиков Античности Первым делом Занимались критикой Эмпирической философии Чтобы в этом убедиться Достаточно проанализировать Тропы Эниседема Посчитать книжки Секста Эмпирика Посмотреть Как он там Гиппократиков Критикует И так далее И так далее И так далее Удивительно Но скептики Канонические Были главными Критиками Эмпирических течений И если бы Скептицизм Существовал сегодня Скептик бы Скорее всего Был критиком науки По остальным категориям И так все понятно Они не гарантируют Познание А давайте теперь Прочитаем Самую золотую фразу Фон золотых цитат И это правильная цитата Я с ней полностью согласен Любое движение Которое Называет себя Научным Но оказывается Неспособным Взрастить Возможности Для фальсификации Своих собственных Убеждений Не является Научным движением Полностью согласен Полностью согласен Мы на этом и базировались Когда наше определение Разрабатывали Вот здесь полностью Поддерживаю Пинкера Более того Он там написал Своих убеждений Да Или более того Убивает Или сажает в тюрьму Людей несогласных С ними Тоже это разберем Вот там и обозначен Критерии науки Деление науки От ненауки Я его полностью Поддерживаю Именно поэтому В самом начале Привел все определения Не для того Чтобы настаивать На противоположном Пинкеровскому Определению науки А именно Как раз потому Что мы с Пинкером Согласны В главном свойстве Научных теорий То есть Быть фальсифицируемыми То есть Мы с автором Здесь согласны И поэтому Моя терминология Это и его терминология На самом деле Правда он ее Не до конца Очевидно проводит И подмены понятий Совершает Но я думаю Он бы со мной Согласился С моими определениями Я думаю Мы бы вместе Нашли бы общий язык На базе тех определений Которые я предложил Я искренне в это Верю Так скажем Верю в кавычках Да Может быть и нет Может быть он стал бы И ломаться Но все таки Вот вероятно Вот он предложил нам Вот этот текст Мне кажется Вот мы Похожи здесь Ввиду этого Те науки В которых нет фальсифицируемости Не являются науками А это Математика Логика Анатомия Ботаника Зоология Все практические Технические дисциплины Инженерия Медицина Айти Целые отрасли Физики и химии Социология Большая часть психологии Гуманитарные науки История География Политология И так далее Вот все это не науки Браво Я согласен Я с этим абсолютно согласен Я так и поступаю Во-первых Для фальсифицируемости Необходимо Большими буквами Теория А по сути А по сути Теория уходит далеко За пределы наблюдаемых фактов И предсказывает Тем самым новые Например История не уходит За пределы фактов Не устанавливает Исторические законы Хотя конкретно Марксисты пытались Что-то похожее сделать Да В истории Обычные историки Этого не делают А лишь работает С частными событиями И пытается установить О них истину С помощью своих методов То есть история Не работает С так называемой Интеллигибельностью Как это обозначил Пинкер А точнее Не подразумевает Тотальной редукции К более значимым законам То есть Хотя иногда Редукция некоторого рода Происходит Но вот именно Тотальная редукция К базовым законам Мироздания Не происходит Этого не нужно Для истории То же самое С социологией Область В которой обитает Социология Не является Ни натуралистической Ни эмпирической А теории Которые создают Социологи И имеют Особый статус Я считаю То есть Они особенные Они очень сильно Отличаются От научных теорий Они не имеют Дела С истиной Самой по себе И с устройством Мира Самим по себе Что очень важно То есть Социологические теории Это не про Реальный Объективный Материальный мир Они про что-то Другое говорят И в этом Очень важное Отличие Фундаментальное Которое делает Социологию Не наукой В конечном итоге Вот по тем Определениям Которые мы дали Во-вторых Для опровержения Теории Необходим Именно Эмпирический Опыт Преимущественный Эмпирический Опыт С поправкой Типа Возможен Мыслительный Но мыслительный Опыт Можно провести Почти сразу То есть Нет смысла Постулировать Теорию Которая Опровергается Фальсифицируется С помощью Мыслительного Опыта Ну Зачем Это Странно Было бы Необходим Эмпирический Опыт Который Связывает Нас С натуралистической Реальностью Никакая Другая Не является Истиной В рамках Методологии Никакая Другая Методология Не является Истиной В рамках Науки А потому Считаться С ней Было бы Крайне Странно Социология Работает Вне Натуралистической Реальности Продолжаем Если мы берем В качестве Способа Демаркации Фальсифицируемость То автоматически Выписываем Из списка Наук Те дисциплины Которые Вообще Не строят Теорий А таких Подавляющее Большинство Также важно Отметить Что теорией Не является Проверяемое Предположение Теория Потому и теория Что описывает Сложные Принципы И законы Которые Невозможно Полностью Пронаблюдать И изучать В действительности А именно Поэтому Для опровержения Теории Используется Фальсифицируемость Важно Отметить Что теорию Невозможно Подтвердить Ее Неправильно Составлено Как теория Это либо Либо плохая Теория Которая Потеряла Свою Научность В момент Ее доказательства Потому что Доказанные Теории Выходят Из-под контроля Научного Метода И не могут Им больше Использоваться Предположение Технических Наук В духе Икс Эффективно Проверяются На более Менее Понятных Опытах Где Эта Эффективность И показывается Теории Так не Работают Еще Больше Дисциплин Мы выбросим Если Требованием Станет Именно Натуралистическая Эмпирическая Фальсифицируемость Так как Если мы будем Дозволять Фальсифицировать Слишком По-разному То маги Алхимики Астрологи Рано или поздно Придумают свои методы Фальсифицируемости И начнут называть Свои дисциплины Наукой К вопросу о том Сажает ли наука Людей в тюрьмы Тоже Это интересный вопрос Наука поступает Несколько иначе Она делает Больно По-другому Представители Научного сообщества Обвиняют Несогласных В шарлатанстве И настаивают На их увольнении Из вузов А интеллектуальные Рабочие Они стараются В вузах работать Больше негде Интеллектуальному Рабочему В общем-то быть Либо вести Какую-то Общественную деятельность Либо в вузе Чаще всего Это делается С беспомощными Студентами У которых есть Своё мнение И свои вопросы В итоге Многие люди Из-за произвола Отдельных фанатиков Науки Лишаются возможности Зарабатывать Своей специализацией Некоторые Из них могут Конечно Потом у них Может получиться Зарабатывать деньги Но всё же Мне как видится У большинства Так называемых И гуманитариев И противников науки Всё плохо По жизни У нас С одной стороны Преимущественно Зажиточные учёные Даже в России Их зарплата Превышает среднее значение И бедствующие Антисоентисты Многие из которых Довольно умны Но вынуждены Работать Не по специальности В разных франшизах И так далее Наука убивает И сажает в тюрьмы Напрямую Она пытается Уничтожить образ человека И понизить его Социальный статус Что может привести И к посадке в тюрьму И к голодной смерти Но даже если И не приведёт То вокруг человека Если она Начнёт хоть что-то Говорить против Если он начнёт Хоть что-то говорить Против науки Возникнет флёр Юродивого безумца Который не понимает Что говорит Вот таким вот образом Наука работает Ваша Ваша наука Это не лучше убийство На мой взгляд Может даже отчасти Хуже убийство Просто убийство Происходит не напрямую То есть Для того чтобы Наука убивала Ей не нужно Убивать Собственными руками Учёные не выходят С автоматами Не расстреливают людей Они делают им больно Они им делают хуже Но по-другому И среди этих учёных Всевозможные Панчины Дробышевские Всякие всевозможные Премии Всякие всевозможные Вот другие вещи С помощью которых Люди Антисиентических взглядов Унижаются Причём Чаще всего Даже разница Не делается Между Объективными Шарлатанами И людьми Которые Занимаются Критикой науки Критикой научного метода И так далее И так далее И так далее Всё это на самом деле Довольно важные Это довольно важные вопросы Которые мы Сейчас разобрали Я думаю На сегодня Сейчас мы сделаем Небольшую паузу Видео выйдет В двух разных В общем-то Видосах И второй видос Будет тоже Двухчасовым Где-то Это всего 4 часа Я надеюсь Вы посмотрите Оба видоса Друзья Будет 2 части Потому что Сразу все 4 часа Смотреть Наверное Будет слишком тяжко Я вам Друзья Желаю Удачи Посмотрите Пожалуйста Второе видео Там будет продолжение Мы разобрали Всё самое важное Запомните Всё что было В этом видео Потому что Для продолжения Всё это пригодится Ну вот Давайте Переходите На следующее видео Надеюсь Вот сейчас Здесь появится Какое-нибудь Оповещение Об этом Ладно Я полетел Давайте